Илья Эренбург. Люди. Годы. Жизнь. Книга третья. Издательство «Художественная литература. Москва. 1966-1967 годы». Считает Игорь Мурашко. Поздней осенью 1921 года, после сытого и спокойного Брюсселя, я увидел Берлин. Немцы жили как на вокзале. Никто не знал, что приключится завтра. Продавцы газет выкрикивали «Бетсет! Последний выпуск! Коммунистическое выступление в Саксонии! Подготовка Путча в Мюнкене!» Люди молча читали газету и шли на работу. Владельцы магазинов каждый день меняли этикетки с ценами. Марка падала. По «Курфюрстендаму» бродили табуны иностранцев. Они скупали за гроши остатки былой роскоши. В бедных кварталах разгромили несколько булочных. Казалось, все должно рухнуть. Надымили трубы заводов. Банковские служащие аккуратно выписывали многозначные цифры. Проститутки старательно румянились. Журналисты писали о голоде в России. Или о благородном сердце Людмдорфа. Школьники зубрили летопись былых побед в Германии. На каждом шагу были танцунки Диля. Там методически тряслись отощавшие парочки. Грохотал джаз. Помню две модные песенки. «Вы любите льбананы» и «Моя черная Соня» — «Шварц и Соня». В одной из танцунок хриплый тенор был «Завтра свето-представление». Свето-представление, однако, со дня на день откладывалось. Келлерман выпустил роман о революции в Германии 9 ноября. Не знаю, скажет ли что-нибудь эта дата молодым читателям. 9 ноября 1918 года Кайзер поспешно отбыл в Голландию, и социал-демократы объявили республику. В министерствах, однако, сидели прежние сановники и чиновники. Швейцар почтительно говорил «Добрый день, господин тайный советник». Я остановился в пансионе на Прагерплац. Рядом был широкий проспект Кайзер-Алле. Я пошел бродить по городу и попал на огромную площадь. Она называлась Гогенцолернплац. В комнатах пансиона висели портреты усатого Вильгельма. Я подружился с туэтом Карлом Эйнштейном. Это был веселый романчик, лысый с огромной головой, на которой красовалась шишка. Он рассказывал, что был на Западном фронте солдатом и заболел психическим расстройством. Он напоминал мне моих давних друзей завсегдатой фротонды и любовью к негритянской скульптуре и пощунственными стихами, и тем сочетанием отчаяния с надеждой, которая уже казалась воздухом минувшей эпохи. Карл Эйнштейн написал пьесу о Христе. Ему предали суды за богохуйство. Я пошел на судебное разбирательство. Происходило это в полутемном мрачном зале. Обычно понятие религиозного фанатизма связывают с католицизмом, с папскими буллами, с инквизицией. Однако медика Сервета сожгли не католики, а кальвинисты. Которых католики считали вольнодумцами. Сожгли за то, что он не связывал функции организма с провидением. Эксперты на процессе Карла Эйнштейна цитировали труды просвещенных теологов XX века. В 1945 году я увидел размолотый войной Берлин. От здания, где когда-то судили Карла Эйнштейна, оставалась стена, на которой русский сапер написал, что район очищен от ним. В Берлине 1921 года все казалось иллюзорным. На фасадах домов по-прежнему каменели большебрудые валькирии. Лифты работали, но в квартирах было холодно и голодно. Кондуктор вежливо помогал супруге тайного советника выйти из трамвая. Маршруты трамваев были неизменными, но никто не знал маршрута истории. Катастрофа прикидывалась благополучием. Меня поразили в витринах магазинов розовые и голубые манишки, которые заменяли слишком дорогие рубашки. Манишки были вывеской, доказательством, если не благоденствия, то благопристойности. В кафе Иости, куда я иногда заходил, бурду именуемую мокка подавали в металлических кофейниках. И на ручке кофейника была перчаточка, чтобы посетитель не обжег пальцев. Пирожные делали из мерзлой картошки. Берлинцы, как и прежде, курили гары и назывались они голландскими или бразильскими, хотя бы сделаны из капустных листьев, пропитанных никотином. Все было чинно, по-хорошему, почти как при Кайзере. Как-то вечером мы шли с Лидиным, который только что приехал из Москвы. Кафе закрывались рано. Полицай Штунде был остатком военных лет. К нам подошел человек и предложил провести ночное кафе. Нахплакай. Мы ехали в метро, долго шли по скудно освященным улицам, и, наконец, оказались в добропорядочной квартире. На стенах висели портреты домочадцев в офицерской форме и картины, изображавшие закат солнца. Нам дали шампанское, лимонад с примеси спирта. Потом пришли две дочки, хозяина, голые, и начали танцевать. Одна из них разговаривала с Владимиром Германовичем. Оказалось, ей нравится роман Достоевского. Мать с надеждой поглядывала на иностранных гостей. Может быть, они соблазнятся ее дочками и заплатят. Разумеется, в долларах. С марками беда, за ночь они снова упадут. Разве это жизнь, вздыхала почтенная мамаша? Это свето-представление. Незадолго до моего приезда в Бюрлин иступленные националисты убили одного из руководителей партии Центра Эрцбергера. Приверженцы монархического союза Бисмарк, не стесняясь, одобряли убийство. Законники делали вид, что изучают параграфы уложения, социал-демократы стыдливо вздыхали, а будущие эсэсовцы учились стрелять в живую цель. Все это не мешало выдавать катастрофу за естественную, хорошо налаженную жизнь. Протезы инвалидов не стучали, а пустые рукава были заколоты булавками. Люди с лицами обожженными огнеметами носили большие черные очки. Проходя по улице у столицы, проигранная война не забывала о камуфляже. Гадеты сообщали, что из ста новорожденных поступающих в воспитательные дома 30 умирает в первые дни. Те, что выжили, стали призывом 1941 года пушечным мясом Гитлера. Уфа поспешно изготовляла кинокартины. Они были посвящены всему, кроме минувшей войны. Зрители, однако, требовали аффектации страданий и вступленной жестокости трагических развязок. Я случайно попал на съемку одного фильма. Героиню отец пытался замуровать любовник белой плеткой. Она кидалась вниз с седьмого этажа, а герой вешался. Режиссер рассказал мне, что в картине будет и другой счастливый конец для экспорта. Не раз я видел, с каким восхищением глядели бледные, тщедуштые подростки. На экран, где крысы загрызали человека, или ядовитая змея жалила красавицу. Я смотрел выставки штурма. Передо мной были не холсты, не живопись, а истерика людей, у которых вместо револьвера или бомб оказались кисти и тюбики с красками. В моих заметках остались названия нескольких холстов. Симфония крови, радиохаос, цветная гамма конца света. Душевный разлад требовал выхода, и то, что критики называли неоэкспрессионизмом или дадаизмом, было куда более связано с памятью о битве на сонне, с восстаниями и путчами, с манишками на голом теле, чем с живописью. У вдохновителя штурма Вальдена было лицо осунувшейся птицы и длинные космы. Он любил говорить о двойниках, об интуиции, о конце цивилизации. В картинной галереи, где стены метались, он чувствовал себя уютно, как в обжитом доме. Угощал меня кофе и тортом со взбитыми сливками. Их приносили из соседнего кафе. И я поехал в Магдебург. Фасады домов, трамваи, газетные киоски были щедр покрыты всей той же истерической живописью. Во главе строительного управления города стоял талантливый архитектор Броно Таут. Корбюзье вдохновлялся геометрией. Что ж, он жил во Франции. А Броно Таут жил в стране, где все путалось. Голод и спекуляция, вчерашние мечты о Багдаде и завтрашний поход в Индию, пилые путчи и рабочее восстание. После прихода к власти Гитлера Броно Таут уехал в Японию и обрадовался, увидав там современную архитектуру. Традиционные японские дома, светлые и голые. Я помню полотна супрематистов на улицах Москвы. Если же в Магдебурге растерялся. Как бы ни был непривычен, порой сух, язык Таклина, Малевича, Попова и Родченко, то был язык искусства. В немецкой живописи меня стекняла литературщина, был полный отсутствие чувства меры. Холсты вопили. Помню обложку стихов Газен Клевера. Человек с отчаянным лицом кричит. В поэзии сврепствовала инфляция прорицаний. И Верфель, и Умру сулили миру гибель. А на улице прохожие, равнодушные к поэзии, подозрительно молчали. Я встречался с Леонгардом Франком. Ему исполнилось 40 лет. Он был уже известным писателем, но оставался мечтательным юношей. Стоит людям поглядеть друг к другу в глаза, улыбнуться, и сразу исчезнет злое навождение. Да и потом он мало менялся, ничто не могло его ошесточить. Я встречал его в годы фашизма в Париже. После войны, когда, проживая в Западной Германии, он приезжал в Берлин и дружески беседовал с писателями ГДР. Одна из его книг называется «Человек хорош». Это очень субъективная оценка. Франк узнал, что такое эсэсовцы, но он-то сам действительно был хорошим человеком. Артур Голичер подрисал седыми кудрями. «Ты увидишь, не пройдет и года, как рабочий Берлин протянет руку Москве». В квартале, облюбованными иностранными мародерами и новыми богачами, которых звали Шиберами, помещалось Романюшец-кафе. Привет писателей, художников, мелких спекулянтов, проституток. Там нужно было увидеть итальянцев, убежавших от Касторки Муссолини, венгров, спавшихся от тюрем Хорти. Там венгерский художник Моголинань спорил с Лисицким о конструктивизме. Там Маяковский рассказывал Пискатеру о Мейерхольде. Там итальянские фантазеры мечтали о международном походе рабочих на Рим, а ловкачи покупали или продавали мелкие купюры долларов. Солидные бюргеры, направляясь в воскресенье на богослужение в Гэдахтинскирхе, пугливо поглядывали на Романюшец-кафе. Им казалось, что напротив церкви разместился штаб мировой революции. Западный Берлин и тогда был западным. Это связано не только с ветрами истории, но и с обыкновенными ветрами. В Берлине, в Лондоне, в Париже западные районы облюбованы богатыми людьми. Обычно ветры дуют с океана, и заводы размещаются на восточных окраинах. В западном Берлине надеялись на запад и в то же время его ненавидели. Мечты о защите против коммунистов смешивались с мечтами о реванше. В витринах магазинов можно было увидеть надписи «Здесь не продают французских товаров». Это редко соответствовало действительности. И жене Шибера не приходилось ломать себе голову над вопросом «Где купить духи Герлена?» Патриотизм отступал перед жаждой наживы. Однако московскому камерному театру, когда он приехал в Берлин на гастроли, пришлось переименовать французскую оперетку «Жирафле-Жирафля» в «Близнецов», а Андрея Налекуврер — в «Морице-Саксонского». В восточном и северном Берлине можно было порой услышать «Интернационал». Там не торговали долларами и не оплакивали кайзера. Там люди жили впроголодь, работали и ждали, когда же разразится революция. Ждали терпеливо, может быть, слишком терпеливо. Я видел несколько демонстраций. Шли ряды хмурых людей, поднимали кулаки. На демонстрации заканчивалось ровно в два часа. Время обедать. Помню разговор с одним рабочим. Он мне доказывал, что число членов его профсоюзе возрастает, значит, пролетариат победит. Страсть к организации — почтенная страсть. Однако в Германии она мне казалась чрезмерной. В 1940 году я увидел Берлин без автомобилей. Берлинские машины носились по дорогам Европы. Третий рейх завоевывал мир. Но прохожие, увидев красный свет, цепенели. Никто не осмелился перейти пустую улицу. Мой собеседник в 1922 году жил начальной арифметикой. А на дворе была эпоха Ленина и Эйнштейна. В пивной на Александр плац я впервые услышал имя Гитлера. Какой-то посетитель восторженно рассказывал о баварцах. Вот кто молодцы. Скоро они выступят. Это свои люди. Рабочие и настоящие немцы. Они всех приберут к рукам. И французов, и евреев, и шиберов, и русских. Соседи запротестовали, но сторонник некого Гитлера прямо повторял. Я говорю как немец и как рабочий. Марка продолжала падать. Когда я приехал, газета стоила одну марку. Вскоре приходилось платить за нее 30. Открыли новую линию метро. Дивили парочки, танцевали до изнеможения, танцевали старательно, будто выполняли тяжелую работу. Ллойд Джордж заявил, что немцы выплатят репарации до последнего фенига. Смертность на почве хронического недоедания возрастала. Все говорили о Стиннесе и Штенглере. Стиннеса знали хорошо. Он был некоронованным кайзером, властителем Рура, гефестом Нового Олимпа. Мало кто читал труды Штенглера, но все знали название одной из его книг «Закат западного мира», по-русски перевели «Закат Европы», в которой он оплакивал гибель близко ему культуры. На Штенглера ссылались и безостенчивые спекулянты, и убийцы, и лихие газетчики. Если пришло время умирать, то незачем церемониться. Появились даже духи «Закат запада». Пределы вспыхивали к забастовке. В кафе «Лости» привычно одетый посетитель упал на пол. Врач, сидевший за соседним столиком, осмотрел его и громко сказал, «Дайте ему настоящего кофе, истощение на почве хронического недоедания». Жить становилось все труднее, но люди продолжали аккуратно, старательно работать. В переполненном трамвае меня обозвали польской собакой. На стене хорошего буржуазного дома, где возле парадной двери значилось «Только для господ», я увидел надпись мелом «Смерть евреям». Все было колоссальным. Цены, ругань, отчаяние. Поэты из журнала «Акцион» писали, что после НЭПа они больше не верят в Россию. Немцы покажут миру, что такое настоящая революция. Один из поэтов сказал, «Нужно начать с того, чтобы в различных странах одновременно убили 10 миллионов человек. Это минимум». Герцен писал о собакевиче немецкой революции Гейнцине, который мечтал достаточно избить 2 миллиона человек на земном шаре, и дело революции пойдет как по маслу. Один из сотрудников Ротефана мне говорил, «Ваш Хуремито безобразная книга. Не понимаю, как могли ее издать в Москве. Когда мы придем к власти, у нас такого не будет». У власти стоял канцлер Вирт. Он пытался спасти Германскую республику, Европавло подписал соглашение с Советской Россией. Англичане и французы возмутились. Что касается немцев, то они продолжали ждать. Одни ожидали революции, другие фашистского путча. Канцлера Вирта я встретил в 1952 году в Вене на Конгрессе сторонников мира. Ему тогда было 75 лет. Как-то после затянувшегося заседания мы разговаривали. Вирт сказал, «Когда писатель заканчивает роман, он должен испытывать удовлетворение. Хотя бы несколько страниц удались. Другое дело вечер жизни политического деятеля. Здесь важны не отдельные удачи, а концовка. Я могу сказать, что моя жизнь перечеркнута. Сначала пришел Гитлер. Я знал, что будет война. Мне пришлось уехать за границу. Когда война кончилась, пришел Аденауэр. Мы с ним были в одной партии. Он старше меня на три года. Я ему говорил, что он повторяет ошибки своих предшественников. Он умный человек, но этого понять он не может. Я не хочу дожить до Третьей войны. А что я могу сделать? Разве что выступать на ваших конгрессах? Это простите меня ребячество. Он закрыл свои тусклые утомленные глаза. В летний день на улице Громевальда фашист из организации консул застрелил министра иностранных дел Ротенауэр. Когда полиция набрела наслед банды убийц, они покончили жизнь самоубийством. Фашистов похоронили с воинскими почетствами. Владельцы магазинов не успевали менять цены. Они придумали выход. Цены якобы оставались неизменными, но их нужно было множить на швыссельцаль, на коэффициент. Вчера он был 400, сегодня 600. На экранах окраинных кино продолжал безумствовать все тот же доктор Каллигари. За один день в Берлине было зарегистрировано 9 самоубийств. Начал выходить журнал «Дружба», посвященный теории и практике гомосексуализма. Германия этих лет нашла своего портретиста Георга Гросса. Он изображал шиберов, у которых пальцы напоминали короткие сосиски. Он изображал героев минувшей будущей войны, человеком ненавидников, обвешенных железными крестами. Критики его причисляли к экспрессионистам, а его рисунки — сочетание жестокого реализма с тем предвидением, которое люди почему-то называют фантазией. Да, он осмелился показать тайных советников голыми за письменными столами, про сфуфуренных толстых дамочек, которые потрошат трупы, убийц, старательно моющих в тазике окровавленные руки. Для 1922 года это казалось фантастикой. В 1942 году это стало буднями. Рисунки Гросса в их жестокости поэтичны, они сродни деревянным ледам Гэндесгейма. Типографским гномом готической азбуки, кабачкам под ратушами, запаху горя и солода, который стоит на узких средневековых улицах. У Гросса были светлые глаза младенца, застенчивая улыбка. Он был мягким и добрым человеком, ненавидел жестокость, мечтал о человеческом счастье. Может быть, именно это помогло ему беспощадно изобразить, те хорошо наложенные парники, в которых укоренялись будущие оберштурмфюреры, любители лицевоенных трофеев, печники Освенцима. Весь мир тогда глядел на Берлин. Одни боялись, другие надеялись. В этом городе решалась судьба Европы предстоящих десятилетий. все мне здесь было чужим. И дома, и нравы, и аккуратный разврат, и вера в цифры, в винтики, в диаграммы. И все же я тогда писал. Мои любовные слова о Берлине я снабдил столь непривлекательными описаниями, что ты, вероятно, обрадуешься, что ты не в Берлине. Я прошу тебя, поверь мне за глаза и полюби Берлин, город отвратительных памятников и встревоженных глаз. Два года я прожил в этом городе в тревоге и надежде. Мне казалось, что я на фронте, и что короткий час, когда замолкает орудие, затянулся. Но часто я спрашивал себя, чего я жду. Мне хотелось верить и не верилось. Маяковский, приехав впервые в Берлин осенью 1922 года, объяснялся в любви. Сегодня хожу по твоей земле, Германия, и моя любовь к тебе расцветает романнее и романнее. Романнее звучит для нас странно. Видимо, оно произведено от романа не в литературном, а в разговорном значении этого слова. Иногда поэт видит то, чего не видят критики, и тогда поэта обвиняют в ошибках. Иногда поэт ошибается вместе с другими, и критики, как добрые экзаменаторы, одобрительно кивают головами. Говоря о Германии, Маяковский повторил то, что думали в 1922 году миллионы людей. Правда, позади были разгром Советской Республики в Баварии, убийство Карла Липних Тайроза Лексенбург, но впереди маячили огни Гамбургского восстания. Для современников ничего еще не было решено, и осенью 1922 года я вместе с другими ждал революцию. Напрасно немцам приписывали умеренность, любовь к золотой середине. Не только искусство экспрессионистов, но и слишком многие страницы немецкой истории помечены чрезмерностью. Маяковский писал, что сквозь Вильгельма в пролет Бранденбургских ворот пройдут берлинские рабочие выигравшие битву. История решила иначе. 11 лет спустя сквозь эти ворота прошли бесновавшиеся гитлеровцы, а в мае 1945 годы советские соудаты. Не знаю, сколько русских было в те годы в Берлине. Наверное, очень много. На каждом шагу можно было услышать русскую речь. Открылись десятки русских ресторанов с балалайками, с зорной, с цыганами, с блинами, с шашлыками и, разумеется, с обязательным надрывом. Имелся театром «Миниатюр». Выходило три ежедневных газеты, пять еженедельных. За один год возникло 17 русских издательств. Выпускали фанвизины и пельняка, поваренные книги, труды отцов церкви, технические справочники, мемуары, пасквили. Где-то в Сербии врангельевские генералы еще подписывали военные приказы. Газета «Двуглавый Орел» публиковала рескрипты его императорского величества. Суворин сын в новом времени составлял списки будущего правительства. Иностранные дела предполагалось поручить Маркову Второму внутренние Борцеву. Какие-то проходимцы вербовали изголодавшихся людей фантастические отряды смерти. Однако вчерашние поручики и корнеты мечтали уже не о штурме российских городов, а о французской или немецкой визе. Атаман Краснов отложил батажок, единым духом написал длиннейший роман «От двуглавого орла к красному знамени». Некоторым головорезам трудно было сразу стать шоферами такси или рабочими. Они пытались продлить прошлое. Большевики были далеко приходилось сводить счеты с товарищами по эмиграции. На лекции Милукова монархисты застрелили кадета Набокова. Черносотенцы обрушились на Керенского, веряя будто он сын известной революционерки Гесси Гельфман. Черный гусар посажной писал «Языком, что без оков глупости болтает, забывает милюков, что терпенье тает, загораются огня, мщение, пожары, он погибнет от меня, черные гусары». Помню, как нас веселила книга некоего Бастунича «Масонство и русская революция», в которой говорилось, что эсэр Чернов на самом деле Либерман, а октябрист Гучков масон и еврей по имени Вакье. Растия погубила вечные ручки Ватермана и шампанское Купфюрберга, помеченное дьявольскими пентаграммами. Известный в дореволюционные годы журналист Василевский «Не буква» писал, что большевики расплили Сологуба, ссылаясь на роман «Заклинательница змей», написанный до революции. Бурцев называл Еферина советским Распутиным. Щуковского за статью Ахматова и Маяковского объявили советским прихвостнем, а тот самый Кайранский, что сочинил про меня едафобские стишки острил музыкальный инструмент Маяковского канализационная труба. Не уступали журналистами писатели с именем. Зинаида Гиппиус травила Андрея Белого, демитрист Чириков, который многим был обязан горькому, написал Пасквиль с мердяков русской революции. Бурин чернил всех. Белые газеты что-ли день объявляли о близком конце большевиков. Все это было бурой в стакане воды, истерикой незверженных помпадуров, работая десяткой иностранных разведок или бредом отдельных фанатиков. Среди эмигрантов было много людей, не понимавших, почему они очутились в эмиграции. Одни убежали в припадке страха, другие от голода, третьи потому что уезжали их соседи, кто-то остался, кто-то уехал. Один брат ходил на субботнике в костроне, другой мыл тарелки в берлинском ресторане «Медведь». Узгляды у них были одинаковые, да и характеры сходные. Судьбы миллионов лет все стало на свое место, тверть отделилась от хляби, а на самом деле еще царила неразбериха переходного времени. Издатель Лодыжников выпускал книги Горького и Мерешковского, другой издатель Гржебин на своих изданиях ставил Москва, Петербург, Берлин. Опечатал произведения самых различных авторов Брюсова и Пельняка, Горького и Виктора Чернова. Издательство, выпустившее «Хулоо Хурмита», звалось поэтично «Великом». Горы, где обитали некогда муза, не оказалось. Была маленькая контора на Яковштрассе, и там сидел молодой человек поэтического облика, «Вишняк». Он сразу подкупил меня своей любовью к искусству. Абрам Григорьевич издавал стихи Пастернака и Цветаевой, книги Андрея Белого, Шкловского, Ремезова. Эмигрантские критики его называли полубольшевиком, а мы его прозвали Мурзуком. Он внес в берлинский быт нрава московской «Зеленой богемы». Марина Цветаева посвятила ему цикл стихотворений в книге «Ремесло». Писала о глазах Абрама Григорьевича. «Орлы и годы в них и лунный год весь грустно глазы твой чужой народ». Я подружился с ним и с его женой Верой Лазариной. Потом вишняки перебрались в Париж. Когда гитлеровцы оккупировали этот город, я часто обедали у старых друзей. Расстался я с ними в тревоге, а потом узнал, что эти хорошие и добрые люди погибли в Освенцине. В Берлине существовало место, напоминавшее Ноэш Ковчег, где мирно встречались чистые и нечистые. Оно называлось «Дом искусств». В заврядном немецком кафе по пятницам собирались русские писатели. Читали рассказы Толстой, Римезов, Лидин, Пельняк, Соколов, Никитов. Заступал Майковский, читали стихи Есень, Марина Цветаева, Андрей Белый, Пастернак, Ходосевич. Как-то я увидел приехавшего из Истонии Игоря Северянина. Он по-прежнему вовхищался собой и прочитал все те же поэзы. На докладе художника Пуни разразилась гроза. Яростно спорили друг с другом Архипенко, Альтман, Шкловский, Майковский, Штернберг, Габо, Лисицкий и я. Вечер, посвященный тридцатилетию литературной деятельности Горького, прошел напротив спокойно. И мажористы устроен свой вечер. Буянины, как в московском стойле Пегаса. Пришел как-то Чириков, сел рядом с Маяковским, спокойно слушал. Теперь мне самому все это кажется неправдоподобным. Года два или три спустя поэт Ходостевич, я уже не говорю о Чирикове, никогда не пришел бы в помещение, где находился Маяковский. Видимо, не все кости еще были брошены. Горького некоторые называли полуэмигрантом. Ходостевич, ставший потом сотрудником монархического возрождения, редактировал с Горьким литературный журнал и говорил, что собирается вернуться в Советскую Россию. Алексей Толстой, окруженный сменой веховцами, то восхвалял большевиков как собирателей к земле русской, то сердит и ругался, туман еще клубился. Успеху Думы Искусств имену содействовал его первый председатель, поэт-символист Николай Максимович Минской. Мне тогда было 67 лет. Он был мюзеньким, круглым, улыбал своим мурлыком, как ласковый кот. Теперь его имя всеми забыто. А когда я был юношей, они много говорили. С ним спорил Вячеслав Иванов, про него писал Блок. Барышни зачитывались его стихами, попавшими в чтец-декламатор. Сны мамолетные, сны беззаботные, снятся лишь раз. В 1905 году Минский, как многие поэты и символисты, пережил увлечение революцией. У него имелось разрешение на издание газеты, и по иронии судьбы, проповедник культа абсолютной личности стал официальным редактором первой легальной большевистской газеты «Новая жизнь». В редакционную работу он не вмешивался, но напечатан в газете стихи «Пролетарии всех стран, соединяйтесь, наша сила, наша воля, наша власть, в бой последний, как на праздник, собирайтесь, кто не с нами, тот наш враг, тот должен пасть». Поэтому он был посредственным, но роль его в развитии эстетической культуры в конце прошлого века бесспорна. Газеты «Новая жизнь» царской власти вскоре закрыли, а Николая Максимовича предали суду. Он уехал за границу и прожил там до смерти. Умер он в возрасте 83 лет. Может быть, именно потому, что он не видел ни революции, ни гражданской войны, он благодушно беседовал и с советскими писателями, и с самыми непримиримыми эмигрантами. По-моему, он не совсем ясно понимал, что именно их разделяет. И часто попадал в просаг. Доказывал шестому, что и у коллектива свои права. Требовал от Маяковского признания свободы слова, ссылаясь при этом о традиции короленко. Обращаясь к Алексею Толстому, неизменно восхвалял футуризм, иммажинизм и другие новшества. Не говорили ему все это доброжелательно, и никто на него не обижался. Улыбался он всем, а особенно нежно женщинам. Мен неизменно доказывал, мало победы работников физического труда. Необходимо объединить работников умственного труда. Нужно воспитывать детей, от них зависит будущее, от ноги воспитания такова задача молодых. Он был очень оторван от жизни, особенно русской. Я едно удерживался, чтобы не рассмеяться, когда он называл проектированные им детские приюты альмами. По латыни альма кормилица, но по-русски звучит странно. И как раз у моих знакомых была овчарка, которую звали альмой. А Николай Максимович мурлыков и улыбался. При встрече Нового года в Доме искусств он прочитал стихотворный тост. «Встретим радуюсь как дети в год 1923. Конец распрям вздорным, Андре Белый подружится с Сашей Черным, Шкловский примирится с содержанием Шекспира, пастырваку достанется ленгитом мира, а председателю Минскому в награду за старание достанутся бурные рукоплескания». Был в Берлине еще один клочок ничьей земли, где встречались советские писатели с эмигрантскими. Страница журнала «Новая русская книга». Издавал его профессор Александр Семенович Ященко, юрист и любитель литературы. Из России он уехал с советским паспортом и, подобно Минскому, старался объединить всех, кто только не сотрудничал в его журнале. «Я прославлял работы и возражал эмигрантским хулителям советской поэзии». Александр Семенович вздыхал резко, чересчур резко, но статим и печатал. А рядом ставил заклинание бывшего толстовца монархиста Нажирина. «Старая Русь быстро стала царством хама, но молодежь погибала, генералы пьянствовали, крали, беззаконничали, а то мы спекулировали на крови и похабничали. За миграцией я стал энергично продолжать национальную и монархическую работу, но с каждым днем во мне грозно нарастали сомнения. И все оподлили, и все обессилили. Будущее наше мучительно и мрачно». А в следующем номере выступал Маяковский, стал писать в известиях, организуя издательство МАФ, сыграя футуристов коммуны. Кругом был Берлин с его длинными и новыми улицами, с дурным искусством и с прекрасными машинами, с надеждой на революцию и с выстрелами первых фашистов. Поэт Ходосевич описывал Берлинскую ночь глазами русского. Как из воянья слипшиеся пары, и тяжкий вздох, и тяжкий дух сигары. Жди, резкий ветер дунет в окарина по скважинам громоздкого Берлина, и грубый день взойдет из-за домов над мачехой российских городов. Понять мачеху российских городов было нелегко. Ве школах сидели чины и мальчики, которым предстояло двадцать лет спустя исполосовать мать городов русских. Впрочем, Ходосевич, как и большинство русских писателей, отворачивался от жизни Германии. Сидел на себе дома, сгорбившись ремесов и причудливой вязью писал Россию в письменах. Андрей Белый говорил, что пишет о блоке. Алексей Толстой вместе с художником Пуни работал над книгой о русском искусстве. Марина Цветаева в Берлине написала одну из своих лучших книг «Ремесло». Я много работал. За два года написал «Жизнь и гибель Николая Курбова», «Трест Д.Е., 13 трубок», «Шесть повестей о легких концах», «Любовь Жанны Мэй». После «Хулаху ремита» мне казалось, что я вышел на дорогу, находил свои темы, свой язык. На самом деле я блуждал, и почти каждая новая книга перечеркивала предшествующую. Об этом я расскажу дальше. Теперь скажу о другом. Вместе с художником-конструктивистом Эль-Лисицким я издавал журнал «Вещь». Лисицкий твердо верил в конструктивизм. В жизни он был мягким, чрезвычайно добрым, ранаивным, хворал, влюблялся, как влюблялись в прошлом веке, слепо, самоотверженно. А в искусстве он казался непреклонным математиком, вдохновлялся точностью, бредил трезвостью. Был необычайным выдумщиком, умел оформить стенд на выставке так, что бедность экспонатов казалась избытком, умел по-новому построить книгу, в его рисунках видны чувства цвета и мастерство композиции. Вещь, выпускало издательство скифы. Легко догадаться, насколько революционные славянофилы и неисправимые народники были далеки от идеи конструктивизма, которую мы проповедовали. После первого номера они не выдержали и печатно от нас отмежевались. Что касается меня самого, то я в каждой книге отмежевывался от самого себя. Именно тогда Шкловский назвал меня Павлом Савловичем. В его устах это не могло звучать зло. В жизни он делал то, что делали почти все его сверстники. То есть не раз менял свои воззрения и оценки, делал это без горечи, даже с некоторым задором. Только глаза у него были печальными. С такими он, видимо, родился. Мне кажется, что этому полкому человеку бывает часто холодно. Холодно ему было и в Берлине. Там он написал, на мой взгляд, лучшую свою книгу «Сентиментальное путешествие». Ее построение, внезапные переходы от одного сюжета к другому в огороде Бузинашки или дядька, ассоциации послежности, мелькание кадров и подчеркнута личная интонация, все это диктовалось содержанием. Шкловский описывал страшные годы России и свои внутренние смятения. В Берлине печальные глаза Шкловского были печальны вдвойне. Он никак не мог приспособиться к жизни за границей. Писал он тогда ООО. Книга имела непредвиденное продолжение в жизни. Она способствовала рождению писательницы, которую некоторые молодые читатели считают француженкой. Эльза Юрьевна Триоле жила тогда в Берлине и мы с ней часто встречались. Она москвичка, сестра Лили Юрьевны Брик. В начале революции она вышла замуж за француза Андре Триоле, Андрея Петровича, которого мы вслед за Эльзой называли просто Петровичем. Мы уехала с ним на Таити. Петрович был своеобразным человеком. Основной его страсти были лошади. Как-то в Париже он сказал мне, что на каникул едет в Данию. Там чудесные пастбища и его лошади смогут хорошо отдохнуть. Андре Триоле после возвращения стоить и остался в Париже, а Эльза Юрьевна уехала в Берлин. Была она очень молода, привлекательна, розовая, как некоторые холсты Ренуара и печальная. Шковский включил в свою книгу ЦО 4 или 5 писем Эльзы. Когда книга вышла, Горький сказал Виктору Борисовичу что ему понравились женские письма. Два года спустя московское издательство Круг издало первую книгу Эльзы Триоле на Таити. Эльза Юрьевна потом жила в Париже, почти каждый вечер я видел ее на Монпарнасе. Там в 1928 году она познакомилась с Арагоном и вскоре начала писать по-французски. Шковский ЦО упрекал свою героиню за то, что она слишком любит общую европейскую культуру и, следовательно, может жить вне России. Чувства Виктора Борисовича понятны. Случайно очутившись в Берлине, он тосковал и рвался домой. Данис Андреевич Пельняк, приехав в Берлин с любопытством разглядывал чужую жизнь. Был человеком талантливым и путанным. Он хорошо знал то, о чем писал, поразил читателей и русских и зарубежных не только жестокими деталями описываемого быта, но и непривычной формой повествования. На книгах Пельняка 20-х годов, как и на книгах многих его сверстников, лежит печать эпохи, сочетание грубости и вычурности, голода и культа искусства, увлечения бесковым и услышанной на базаре перебранкой. Он погиб одним из первых в начале 1937 года, и трудно сказать, как пошел бы дальше его писательский путь. В Берлине в 1922 году он говорил, что революция мужицкая, национальная, ругал Петра, который оторвал Россию от России. Простота его была схитрецой. Он обожал юродство. Это слово, кажется, не существует ни в одном из европейских языков, древней русской формы самозащиты. Есенин прожил в Берлине несколько месяцев, тонился и, конечно же, буянил. Его неизменно сопровождал иммажинист Кусиков, который играл на гитаре и деклонировал. Про меня говорят, что я сволочь, что я хитрый и злой черкес. Они пили и пели. Напрасно Айсидора Думкан пыталась умять Есенина. Одна сцена следовала за другой. Пеленяк, выпивш, пытался построить на русском разоре философию, а Есенин в отчаянии бил посуду. Начала выходить газета накануне. Мне привелось раза два или три разговаривать с ее идеологами. Сменовеховцы откровенно признавались, что коммунизм им не по душе. Но хорошо, что большевики создали армию, выгнали интервентов, дали отпор Польше. Мы за твердую власть, говорили они, а остальное образуется. Я писал поэтессе Шкапской. Накануне цели хотят простить мне отказа писать у них. Но что делать? Я для них слишком левый. Журналист Василевский, не буква, напечатал в накануне хлесткую статью обо мне, вспоминая, как в Хоринита мулатка хлистала героя романа Оренбурга Лантяне Роздбифа по щекам. Говорил, что меня следует бить по лицу окороком с хорошей костью. Алексей Николаевич Толстой, сидел мрачный, попухивая трубкой, молчал и вдруг успокоенно улыбался. Как он сказал мне, в эмиграции не будет никакой литературы, увидишь. Эмиграция может убить любого писателя в два-три года. Он уже знал, что скоро вернется домой. Скиши были заразены за Пугачева. Цитировали то двенадцать, то стихи Есенина о железном госте. Сминонеховцы говорили, что большевики наследники Ивана Грозного и Петра. Все не клялись Россией и все твердили о корнях, о традициях, о национальном духе. А рядовые эмигранты, выпив в ресторане тройка несколько стопок и услышав выплывают расписные, плакали и ругались, как плакали и ругались в последней русской теплушке, улепетывая за границу. Толстой был прав. Для большинства русских писателей эмиграция была смертью. В чем тут дело? Действительно ли любая эмиграция убивает писателя? Не думаю. Вольтер прожил в эмиграции 42 года, Гейме 25 лет, Герцен 23 года, Юго 19 лет, Ницкевич 26, в эмиграции написаны и Кандид, и Германия «Зимняя сказка», и было и Думы, и Отверженные, и Пантадеуш. Дело не в разлуке с Родиной, как бы тяжела она ни была. В эмиграции могут оказаться разные писатели, и разведчики, и обозники. Дантон сказал, что нельзя унести Родину на подошвах своих ботинок, это верно, но можно унести Родину в сознание и в сердце, можно уехать за тридюлет земель не с мелкой злобой, а с большими идеями. Тем не отличается судьба Герцена от судьбы Бунина. Скифы, евразийцы, сменовеховцы сходились на одном, гнилому, умирающему Западу противопоставляли Россию. Эти обличения Европы были своеобразным отголоском давних суждений славянофилов. Четверть века спустя, после тех мет, о которых я пишу, неожиданно воскресли некоторые мысли, да и словечки. Бесспорно, низкопоклонство не привлекательное зрелище, оно унижает и того, кто кланяется, и того, кому кланяется. Еще сатирики восемнадцатого века высмеивали русских дворян, старавшихся французить. Мне противен советский мещанин, который, увидев пошлый американский фильм, говорит своей супруге, у такого не жена, обязательно супруга, далеко нам до них. Я готов, однако, низко поклониться не только Шекспиру или Сервантесу, но и Пикассо, Чаплину, Хемингуэю, не думаю, что это может меня принизить. Непрерывные разговоры о своем превосходстве, связанные с присмыкательством перед чужестранным, это различные проявления того же комплекса неполноценности. И, мне не менее противен другой мещанин, готовый искренне или лицемерно оплевать все хорошее, если это хорошее чужое. В записках писателя Лундберга есть запись, относящаяся к началу 1922 года. Группа русских писателей собралась пить чай и ликеры в нарядном кафе над рестораном Вилли. Начались тосты. Кто пил за литературу, кто за мудрость, кто за свободу. Против на стиле поднял бокал, закусывает внутренней боли губу, экспатриированный философ. Все стихли. Ясно было, против кого направлен тост. Помолчали, обнялись, выпили. Только Оренбург и я остались в стороне. О чем думал Оренбург, я не знаю. А я о рабстве плынищего среднего человека на этом милом сердцам культурных людей кладбище Европы. Я не помню, конечно, о чем я думал в Кафавилле, смутно припоминаю самую встречу. Но я хорошо знаю, о чем я думал в те годы. Скифори делись от известного стихотворения Блока. Как населена блоковская магия слова, некоторые строфы этого стихотворения не были и остались чуждыми. Мы широко подебрены лесам перед Европой и Пригожей раступимся. Мы обернемся к вам своей азиатской рожей. Идите все, идите на Урал. Мы очищаем место бою стальных машин, где дышит интеграл с монгольской дикой ордою. Нет, я не хотел принять азиатской рожи. Словы эти звучат исторически несправедливо. И, конечно же, в Индии не меньше философов и поэтов, чем в Англии. В Лунбергу Европа тогда казалось милым сердцу кладбищем. А я Европу не отпевал. Мой роман Трест Д.Е. написан в те годы история гибели Европы в результате деятельности американского Треста. Это сатира. Я мог бы ее написать и сейчас под заголовком эпизода Третьей мировой войны. Европа для меня была не кладбищем, а полем битвы, порой милым, порой немилым. Такой я ее видел юношей в Париже, такой нашел в тревожном Берлине 1922 года. Такой вижу ее и теперь. Можно, разумеется, по-разному относиться к Европе. Открывать окно, законопачивать двери, можно вспомнить, что вся наша культура от Киевской Руси до Ленина неразрывно связана с культурой Европы. О чем еще я думал в то время? О том, как привлечь интеграл с человечностью, справедливость с искусством. Я знал, что нужно гордиться подвигом народа, который первым решился пойти по неисследованному пути. Но этот путь мне казался куда более широким, чем традиции одной страны или душа одной нации. Не помню, кто именно пил чай и ликеры в Кафавилле. Может быть, один из находившихся там потом направился в тройку и за рюмкой водки бубнила миссия России. Чехов записал монолог. Патриот, а вы знаете, что наши русские макароны лучше, чем итальянские? Я вам докажу. Однажды в Ницце мне подали севрюги. Так я чуть не зарыдал. Со времени тостов в Кафавилле прошло 40 лет. Старая эмиграция исчезла. Люди состарились, умерли. Их дети стали исправными французами, немцами, англичанами. Сын кадета Набокова, убитого некогда ультрамонархистом, теперь один из самых читаемых писателей Америки. Он писал сначала по-русски, потом по-французски, теперь пишет по-английски. Газеты не раз отмечали недостатки наших рыбных промыслов. Натаси Врюга, о которой писал Чехов, осталось. В 1922 году в бюргерский скромный пансион на Траутенов штрассе, где я жил. Пришел неизвестный мне человек, застенчиво и гордо сказал «Я Турин». Я тогда не знал его стихов, но сразу почувствовал смятение. Передо мной был поэт. Все знают, что стихотворцев на свете много, а поэтов мало, и встречи с ними потрясают. Пушкин говорил, что вне часов вдохновения душа поэта вкушает хладный сон. Не этот любимый холод обжигает окружающих. Хладный сон Тувима был страстен, горек, неистов. Он расспрашивал меня про русских поэтов, про Москву. Он жил двумя страстями, любовью к людям и трудной близостью к искусству. Мы сразу нашли общий язык. Почти всю жизнь мы прожили в разных мирах и встречались редко, случайно. Те говорили, как корабли в море. Я скажу, как пассажиры на шумном аэровокзале, где громкоговорители ревут, производится посадка. А вот мало кого не любил так нежно, суеверно, безотчетно, как Елеана Тувима. При первой встрече меня поразила его красота. Ему тогда было двадцать восемь лет. Впрочем, красивым он оставался до конца своей жизни. Большое родимое пятно на щеке придавало строго обрисованному лицу трагический характер, а улыбался им печально, почти виновата, порывистые движения сочетались с глубокой застенчивостью. Поэтому не положено Бога засиживаться на земле, и молодые литераторы называли Тувима стариком, а он не дожил до шести десяти. Люди жизни извилисты не только на ладони. Некоторые начетчики укоряли Тувима. Он тогда-то того-то не понял. Отвернулся, оступился, забежал вперед, отошел в сторону. В годы Второй мировой войны Тувим писал «Политика не является моей профессией, она функция моей совести и темперамента». Конечно, его путь не был прямой столбовой дорогой, но где и когда поэты маршировали по бетонированным шоссе, Тувим страдал боязнь пространства, агорофобией, ему трудно было перейти большую площадь, а пришлось ему переходить через пустыри и пустыни, перешагнуть из одной эпохи в другую. Маяковский писал о нем «Беспокоящийся, волнующийся, и отмечая противоречия, приписывал их условиям жизни в Польше 1927 года. Ему очевидно нравилось бы писать вещи того же порядка, что «Облако в штанах, но в Польше и с официальной поэзией и то не просуществуешь. Какие тут облаки?» А ведь Маяковский написал «Облако в штанах в царской России», и Тувим перевел эту поэму в реакционной Польше. Если он не написал «Облако в штанах», то только потому, что поэты не похожи один на другого. В 1939 году советский знаток польской литературы уверял, что для Тувима характерна безыдеянность бегства от жизни. За несколько месяцев до смерти Тувима я слышал радиопередачу Конгресса за свободу и культуру, организация, поддерживаемая американцами. Комментатор говорил, что Тувим предал Польшу, изменил поэзии и потерял совесть. Тут человека нельзя понять, увидев один его шаг. Дорога жизни видна с горы, а не из подворотни. Годы меняют и облик государства и мысли людей, но нечто самое существенное поэт проносит через все свое творчество. Маяковский правильно назвал Тувима беспокоящимся, волнующимся. Таким он стал до самой смерти. И когда ходил в кафе Малая Зимянская со своими друзьями с командритами Слонимским и Вашкевичем Леханем, группа поэтов, хотевших обновить польскую поэзию, окрестила себя с командор. И когда порвал со многими из давних друзей, решил вернуться в Новую Польшу. И когда в ранней молодости проклинал классические каноны, дерзил, куролесил, и когда незадолго до смерти восклицал «Я полон таких шаблонов, как вера, надежда, любовь к благородным людям, ненависть к подлецам». В ноябре 1950 года в Варшаве проходил второй конгресс сторонников мира. Один очень сведущий и в то время очень влиятельный человек, показав мне на Товима, который скромно сидел в глубине зала, сказал «Видите, что значит перековка? Поэт беглых настроений теперь участвует в борьбе за мир». Я в ответ усмехнулся, вспомнил давнее стихотворение Товима, за которое его ругали на всех перекрестках. Он писал о нефти, о крови и призывал солдат бросить винтовки. Это было за четверть века до первого конгресса сторонников мира. Но у некоторых людей, которые ездят в машинах, а из комного транспорта запомнили только образ обязательной подковы, длинные руки и короткая память. Марина Цветаева писала, что каждый поэт в гетто. Эти строки нравились Товиму, он их не раз мне повторял. А когда ему еще не было тридцати лет, он написал о тех, кто сажает поэтов в гетто и о тех, кто в гетто не сдается. Нет, вам не добиться ни службы, ни лестью на его свободного звания поэта. Господь не нацепит вон те созвездия на ваши мундиры и аполеты. Больше не всегда было ласково к Товиму, но он всегда любил Польшу. Природа польского патриотизма связана с трагической историей трех разделов. Я никогда об этом не забывал, слушая признания Товима. Они, правда, были приправлены той долей иронии, которая диктуется стабливостью. Он страстно любил родную Лодзи, город, мило всего, созданный для любования. В 1928 году я был в Варшаве, потом в Лодзи, читал отрубки из моих книг. Товим заклимал меня не забыть посмотреть в Лодзи и Петраковскую улицу, и базар, и гостиницу совой и фабрики и нищие балуты. Я становился в Лодзинском совое, видел фабрики балуты, большую тюрьму, видел литераторов, рабочих, жандармов, гимназистов, фабриканта Познанского, подпольщиков. Я записал тогда короткую мелодию, короткие фразы, пять ящиков, три вагона, порцию гуся, врача, полиция, похоронное бюро. Мысли еще короче. Доллар восемь злотых. Сдохну, выбьюсь к черту, арестовать. Хороший город, откровенный город. Во всей Европе вы не найдете ни такой злобы, ни такой воли в жизни, ни такой тоски. Когда я встретился с Тувином, я ему сказал, чудесный город. Он улыбнулся. Наверное, он видел лодзь другой. Я был там неделю, а он там вырос. Да и тебе сильна любовь, что она многое преображает. Только недавно я прочитал стихи Тувима. Пусть те восхваляют Соренто, Крым, кто на красоты падок. А я из лодзи, и черный дым не был отраден и сладок. Вероятно, Тувин был куда сложнее, чем он казался не только начетчикам из различных монастырей, но и друзьям. Впрочем, об этом я еще скажу. Продолжаю, он убегает Польша. В 1940 году Тувин добрался до Парижа. Странная это была зима, или, как говорили французы, странная война. По ночам город был затемнен, но в ресторанах, в кафе, за щитами окон было светло и шумно. Военные развлекались. На фронте солдаты скучали, а в Париже полицейские работали без устали. Никто в точности не знал, с кем Франция воюет, с немцами или с коммунистами. Стекла окон были покрыты узорами из тонких полосок бумаги. Парижа не страховали стекла от предполагаемых бомбежек. Но все было тихо, невыносимо тихо. И вряд ли кто-нибудь догадывался, что через несколько месяцев разлетится в дребезги не окно предусмотрительные консьержки, а вся Франция. В ту зиму я болел и мало кого видел. Многие друзьями хотели со мной встречаться. Кто побаивался, а кто сердился. Дружба дружбой, политика политикой. Тугим однако меня разыскал. Он думал об одном, о Польше. И Париж в ту зиму был ему чужим. Наша дружба выдержала трудные испытания. Мы обнялись и поняли друг друга. Мы расстались на шесть лет. Незачем говорить, какие это были годы. осенью 1941 года, когда сводки с осен форумбюро каждый день сообщали, наши войска оставили, а по московским переулкам нестроен маршировали пожилые ополченцы, когда на западе нас отпевали, я получил телеграмму из Нью-Йорка, то Вин говорил о дружбе, о любви, о вере. Ничего у меня не сохранилось, кроме нескольких записных книжек, и я не помню текста телеграммы. Тувин потом писал, «В период самых больших триумфов Гитлера на Восточном фронте я послал телеграмму Эренбургу, телеграмму исполненную верой в грядущую победу Красной Армии». Весной 1946 года я сидел в Нью-Йоркской квартире Тувима среди сундуков и чемоданов. Через неделю он должен был уехать во Францию, оттуда в Варшаву. Он был необычайно весел, приподнят. Многие поляки, жившие тогда в Нью-Йорке, пробовали его отговорить. Возвращение в Варшаву они называли предательством. Конечно, Тувиму было нелегко рвать с иными своих давних друзей. Ножил над ним близкой встречей с Польшей. Радовался, волновался, как подросток, который идет на первое свидание. Осенью 1947 года я был в Польше. Тувим днем, вечером, ночью водил меня по развалинам Варшавы. Нет, ты посмотри, какая красота! Город был страшен. Прекрасны развалины древних городов. Время гениальный зодчий. Она умеет из опустения придать гармонию. А города, только что разрушенные войной, терзают и глаз, и сердце. Груда щебня, развороченные дома с клочьями обоев, с повисшей в небе ментовой лестницей, люди, которые ютятся в подвалах, землянках, в щелях. Но Тувим видел красоту и в сожженной истерзанной Варшаве. На то он был поляком и на то он был поэтом. Мне хочется сказать о любви Тувима к русскому народу и к русской поэзии. Казалось, прошлое могло бы заслонить многое. Он ведь хорошо помнил царские порядки и городовых на улицах Лодзи. В течение двадцати лет правящие круги Польши разогревали неприязнь. Все русское поносилось. Тувима это не коснулось. Много летом он был переводом русских поэтов. Когда он читал мне свой перевод «Медного всадника», я слышал сложный пушкинский ритм. При одной из последних встреч он сказал мне «Русский язык как будто нарочно создан для поэзии». Еще в 20-е годы он мечтал поехать в Советский Союз. Он приехал в Москву весной 1948 года. В день его приезда мы пошли в ресторан. Он рассказывал, что он хочет увидеть. А хотел он увидеть все. В тот же вечер он заболел. Его отвезли в Боткинскую больницу. Врачи заподозрили, что у него рак. Больного Тувима отправили в сопровождение врача в Брест, куда был вызван польский доктор. Советский врач на латыни сообщил коллеге диагноз. Тувим знал латинский язык лучше молодых медиков. Он ждал быстрой развязки. Однако польские врачи установили, что у Тувима язва желудка. Его оперировали. И он как будто воскрес. Пять лет спустил номер от инфаркта. Так он и не увидел Москвы. Кроме больничной палаты до номера в национале, о котором говорил, что он удивительно напоминает ему номера лодзинского совоя. «Есть у меня близкие друзья иностранцы. Беседая с ними я вдруг чувствую вот граница. Уж слишком по-разному мы жили и живем. Никогда с Тувимом я ничего подобного не испытывал. Между нами не было не только железного занавеса, но и легонькой занавески». Гейн написал «Когда я умру, они вырежут язык у моего трупа». Книги поэта, который прославил Германию, обогатил немецкую лирику, сто лет спустя горели на кострах в его родном Гюссельдорфе. «Расисты не могли простить автору зимней сказки, что он еврей». Когда я был в Польше в 1928 году, антисемиты травили Тувима. Он показал мне газету, где говорилось, что его поэзия отдает чесноком. Есть у Тувима стихотворение о нищем еврейском мальчике, который поет грустную песню под окнами, надеясь, что какой-нибудь пан швырнет ему медяк. Тувиму хочется бросить мальчику свое сердце, уйти с ним, вместе петь песни печали под чужими окнами. Только нет приюта в мире человечьим странникам евреям с песней сумасшедшей. В 1944 году Тувим написал обращение, заглавленное «Мы, польские евреи». Я приведу несколько выдержек. И сразу я слышу вопрос «Откуда это мы?» Вопрос в известной степени обоснованный. Мне задавали его евреи, которым я всегда говорил, что я поляк. Теперь мне будут задавать его поляки, для подавляющего большинства которых я был и остаюсь евреем. Вот ответ и тем и другим. Я поляк, потому что мне нравится быть поляком. Это мое личное дело, и я не обязан давать кому-либо в этом отчет. Я не делю поляков на породистых и непородистых. Я предоставляю это расистам, иностранным и отечественным. Я делю поляков, как евреев, как людей любой национальности, на умных и глупых, на честных и бесчестных, на интересных и скучных, на обидчиков и на обиженных, на достойных и недостойных. Я делю также поляков на фашистов и антифашистов. Я мог бы добавить, что в политическом плане я делю поляков на антисемитов и антифашистов, ибо антисемитизм международный язык фашистов. Я поляк, потому что в Польше я родился, вырос, учился, потому что в Польше узнал счастье и горе, потому что из изгнания я хочу во что бы то ни стало вернуться в Польшу, даже если мне будет в другом месте уготована райская жизнь. Я поляк, потому что по-польски я исповедовался в тревогах первой любви, по-польски лепетал о счастье и бурях, которые она приносит. Я поляк еще потому, что береза и витла мне ближе, чем пальма или кипарис, а Мицкевич и Шопен дороже, нежели Шекспир и Бетховен, дороже по причинам, которых я опять-таки не могу объяснить никакими доводами разума. Я слышу голоса «Хорошо, но если вы поляк, почему вы пишете «Мы евреи»?» Отвечу «из-за крови». Стало быть, расизм? Нет, отнюдь не расизм, наоборот. Бывает дворякая кровь, та, что течет в жилах и та, что течет из жил. Первое это сок тела, ее исследование дело физиолога. Тот, кто приписывает этой крови какие-либо свойства, помимо физиологических, тот, как мы это видим, превращает города в развалины, убивает миллионы людей и, в конце концов, как мы это увидим, обрекает на гибель свой собственный народ. Другая кровь это та, которую главарь международного фашизма выкачивает из человечества, чтобы доказать превосходство своей крови над моей, над кровью замученных миллионов людей. Кровь евреев, не еврейская кровь, течет глубокими широкими ручьями, подчерневшие потоки сливаются в бурную спененную реку, и в этом новом Иордане я принимаю святое крещение, кровавое, горячее, мученическое братство с евреями. Мы шлоемы, сруны, моюшки, пархатые, чесночные, мы со множеством обидных прозвищ, мы показали себя достойными ахиллов, Ричардов, львиной, сердцей и прочих героев. Мы в катакомбах и бункерах Варшавы, в зловонных трубах канализации делили наших соседей крыс. Мы с ружьями на баррикадах, мы под самолетами, которые бомбили наши убогие дома, мы были солдатами свободы и чести. А Рончик, что же там на фронте? Он был на фронте, милостивые паны, и он погиб за Польшу. Эти слова, написанные кровью, той, что течет из жил, переписывали тысячи людей. Я прочитал их в 1944 году и долго не мог ни с кем говорить. Слова Тувима были той клятвой и тем проклятием, которые жили у многих в сердце. Он сумел их выразить. Прошли годы, Гитлер отравился, лидеры польских антисемитов эмигрировали в Англию, в Америку, но в сердце Тувима не зажила рана. Помню последнюю встречу с ним, было это в злое время, в 1952 году. Много ему вспомнили, о многом происходящем говорили. Юлик, да позволено мне будет здесь назвать его именно так, вдруг встал, подошел, обнял меня и тотчас, желая скрыть волнение, сказал, а теперь пойдем в Золушку, там готовит кофе по-итальянски. Я упомянул о Гейне. Было у Тувима с ним нечто общее, помимо того, что интересует знатоков человеческих пород. Ирония, порождаемая обостренной чувствительностью. Тувим мог порой показаться высокомерным. Многие его стихи обижали людей, уважающих иерархию. Он отпускал едкие словечки. Ты знаешь, у ежа, наверное, нежнейшее сердце, как-то сказал он. Будучи растроганным, он обычно пытался шутить. В 1950 году на конгрессе мира к Тувиму подошла молоденькая девушка и стала восторженно рассказывать, как она любит его книгу «Седьмая осень». Тувим застеснялся и, неожиданно повернувшись ко мне, сказал, а ты помнишь, как шпик оказался моим поклонником. Это было в 1928 году. В Варшаве за мной присматривали два шпика. Один был рослый, с лицом и повадками боксера, другой щедушный, чернявый и очень близорукий. На улице он часто терял мне из виду. Я к ним привык, просил иногда купить газету или пакет табаку, словом приручил. Однажды я шел по улице с Тувимом, мы говорили о поэзии. Вдруг я увидел, что чернявый вместо того, чтобы трусить позади, идет рядом с Тувимом. Я рассердился и напомнил шпику о правилах приличия, но он отмечил «Это я не по службе, как же мне не слушать, когда говорит Тувим?» мы рассмеялись от неожиданности. Есть у Тувима много злых стихов о мещанах. Я вспоминаю кафе «Малая Зимянская» зимой 1928 года. Приходили туда не только поэты-скамандриты, не только блистательный адъютант Пилсудского Благошевский Винява, обожавший мир искусства. Там варшавяне, желавшие прослыть изысканными, за час до обеда пили кофе и поглощали пирожные с кремом. То Вин над ними издевался. В час дня благоговейно балбес вошел в кофейню, сел важный, энергичный, почти что заграничный, из кожи лез бедняга, изображая гордо боксера и варяга, а может быть и лорда, никем замечен не был и, улыбаясь криво, решился быть испанцем Демендос и Олива. Дельцом из Пампелоны, певцом из Энканте, испанцем-монархистом, испанцем-эмигрантом. Но было все напрасно, хоть было не сто лета, и по стену пошел он до Ваттер и Клозеда. И там изливший горе старухе бестолковой вернулся в дом семнадцать на Малой Кошековой. Порой многим казалось, что Тувин готов в сердцах повторить пушкинские слова «Пойдите прочь, какое дело поэту мирному до вас». На самом деле Тувин любил тех, кого называл простыми людьми, когда эти слова еще не стали газетным штампом. Не случайно одна из лучших стихотворений «Парикмахеры» он посвятил Чарли Чаплину, трогательному насмешнику, который в наш грозный век попытался защитить смешного маленького человека. Вдоль стен пустой парикмахерской парикмахеры дремлют часами, ждут, глядят, нет клиентов, томятся, без дела шатаются, сами бреются, сами стригутся, все сами и сами, перемолвятся словом, задремлют, схрапнут и опять просыпаются. Назревает гроза, посинела вокруг, петухи распевают, парикмахерам страшно, забегали, слышите, гром, парикмахеры плачут, поют, парикмахеры ошенывают, то стоят и стуканами, то мечутся чуть не бегом. В ряде, в 1926 году политики Польши, сидя в парикмахерских или даже в зале сейма, слышали первые раскаты грома. Их услышал поэт. В 1928 году я писал о Тувине. Спорить с ним нельзя. Он думает ассоциациями, аргументирует ассанансами. Да, Тувин был прежде всего лириком. Это не помешало ему понять эпоху лучше, чем ее поняли иные трезвенники сознания, которые думают схемами и аргументируют цитатами. Тувин в стихах выражал себя. Может быть, поэтому его стихи воспринимались людьми, как выражение их мыслей и чувствований, как нечто общее. Один поляк не рассказывал, что, будучи в годы войны партизанам, он повторял как заклинание стихи Тувима «Я, может, лишь день там прожил, а, может, прожил век, я помню только утро и белый-белый снег». В молодости Тувим страстно любил Артюра Рэмбо, озорника и провидца, мятежника и подростка с летом отчаявшегося ангела. При последней нашей встрече он вдруг сказал «А лучше блока, кажется, никто не сказал о самом трудном». Поэтов он любил бескорыстно, переводил с равным увлечением облака в штанах и слова о полку Игореве, не пытаясь ни у кого заимствовать. А блок ему был все-таки сродни. Я очень люблю стихотворение Тувима «За круглым столом», с эпиграфом, взятым из песни Шуберта «О высокое искусство, сколько раз в часы печали». «А может, снова, дорогая, в том ашуф на день закатиться, там та же вьюга золотая и тишь сентябрьская длиться, в том белом доме, в том покое, где мебель сдвинута чужая, наш давний спор незавершенный должны мы кончить, дорогая». «Может быть, это и есть самое трудное, поэзия здесь обнажена, она кажется сделана из ничего, как в ночных часах Блока, как в песенках Варлена». «Говоря, что Тувима порой не понимали даже его друзья, я думал именно об этом, о необычайной сложности, которая становится простотой, о человеке, много знавшем, мудрым и в то же время ребячливым об авторе смешных фарсов и трудной лирики. Он писал стихи для детей и в одном стихотворении рассказал о чудаке Янеке, который все делает наоборот. Дети, слушая стихи, смеялись, а Тувим виноватый улыбался. Он сам походил на высмеянного им Янека». «Когда в последний раз я был у него дома, он шутил с восьмилетней Евой. Почему-то нам было грустно обоим, но не думал я, что больше его не увижу. Он любил деревья, помню его стихи, в лес он пытался опознать то дерево, из которого ему сколотит гроб. По светлой печали это стихотворение сродни брожуля вдоль улиц шумных. в парках Варшавы, за городом, в саду поэта Ивашкевича, глядя на деревья, я думал о дереве Юлиана Тувима. Он был на три года моложе меня, и вот уже много лет прошло с его смерти. Я привык к потерям, и все же не могу примириться. Больно. Но как хорошо, что я его встретил. В кафе про гурдильное иногда приходили русские писатели. Разговоры между ними были шумливыми и путанными, и кемеры никак не могли привыкнуть к загадочным засегдатаем. Однажды Андрей Белый поспорил с Шестовым. Говорили они о распаде личности и говорили на том языке, который понятен только профессиональным философом. Потом устал роковой полицейский час. В кафе погасили свет, а философский спор не был закончен. Как забыть последующую сцену? В створках вращающейся двери кричали Андрей Белый и Шестов. Каждый сам того не замечая толкал вперед дверь, и они никак не могли выйти на улицу. Шестов в шляпе с бородой с большой палкой походил на вечного жида, а белый мистерствовал, метались булки, вздымался пух на голове. Старый кельмер, видавший виды, сказал мне, этот русский, наверное, знаменитый человек. В 1902 году Борису Николаевичу Бугаеву, студенту Московского физико-математического факультета, было 22 года. Он писал тогда слабые символистические стихи и предстал перед Брюссовым, который считался мэтром новой поэзии. Вот что записал Валерий Яковлевич в дневнике. «Был у меня Бугаев, читал свои стихи, говорил о химии. Это едва ли неинтереснейший человек в России. Зрелость и дряхлость ума при странной молодости. Блок был связан с Андреем Белым многолетней дружбой. Все было в их взаимоотношениях и близости, и тяжелые разрывы, и примирения. Казалось, Блок мог бы привыкнуть к Белому, но нет. Борису Николаевичу привыкнуть было невозможно. В 1920 году после встречи с Белым Блок записал «Он такой же, как всегда, гениальный, странный». Гений, чудак, пророк, шут. Андрей Белый потрясал всех с ним встречавшихся. В январе 1934 года узнал о смерти Бориса Николаевича, Мандельштам написал цикл стихотворений. Он видел величие Белого. Ему кавказские кричали горы, и нежных Альп стесненная толпа, на звуковых громад крутые схоры, и выступала зрячая стопа. И все же, выражаясь метение других, писал, скажите, говорят, какой-то Гоголь умер. Не Гоголь, так себе писатель, Гоголек, тот самый, что тогда не внятица устроил, который шустрился, довольно уж Гоголек о чем-то позабыл, чего-то не усвоил, затеял кавардак, перекрутил снежок. В 1919 году я так описал Андрея Белого. Огромные разверстые глаза, бушующие костры на бледном, изможденном лице, непомерно высокий лоб с островком стоящих дыбом волос. Читает он стихи, как вещает Сивилла, и, читая, машет руками, подчеркивает ритм, не стихов, а своих тайных помыслов. Это почти что смешно, и порой Белый кажется великолепным клоуном, но когда он рядом, тревога и томление, ощущение какого-то стихийного неблагополучия овладевает всеми. Белый выше и значительнее своих книг. Он блуждающий дух, не нашедший плоти, поток вне берегов. Почему даже пламенное слово гений, когда говорят о Белом, звучит как титул? Белый мог бы стать пророком, его безумие юродивого озарено божественной мудростью. На шестикрылый Серафим, слетев к нему, не закончил работы. Он разверз очи поэта, дал ему услышать нездешние ритмы, подарил жало мудрое змеи, но не коснулся его сердца. Когда я писал эти строки, я знал Андрея Белого только по книгам да по беглым московским встречам. В Берлине и в приморском местечке Свинеменде я часто встречался с Борисом Николаевичем и понял, что, говоря о Серафиме сердце, ошибался. Принимал за душевный холод несчастье, поломанные крылья, разбитую личную жизнь и чрезмерный блеск словаря. Теперь, думая о судьбе этого воистину необычайного человека, я не могу найти разгадки. Вероятно, пути художников великих, да и не только великих, неисповедимы. Рафаэль умер молодым, но успел сказать все, что в нем было. А Леонардо да Винчи прожил долгую жизнь, открывал, изобретал, причем его научные труды были изданы тогда, когда все его открытия и изобретения имели только историческую ценность. Писал красками им изготовляемыми, которые быстро жухли, тускнели, осыпались. И миллионы людей знают не живописный гений Леонардо, а придуманную легенду о таинственной улыбке Джиаконды. Есть писатели, которые меньше написанных ими книг. Вспоминаешь человека и делишься, как он мог такое написать. Есть другие. Я и теперь, как 40 лет назад, думаю, что Андрей Билый был крупнее всего им написанного. Я не хочу сказать, что его произведение незначительное или малоинтересное. Некоторые стихи из книги Пепел мне кажутся совершенными. Роман Петербург огромное событие в истории русской прозы. Мемуары Андрея Белого захватывают. Но эти книги не переиздаются, их не переводят, не знают ни у нас, ни за границей. Большая советская энциклопедия нашла доброе слово для отца Белого, математика Бугаева. А Борису Николаевичу не повезло. Он назван в манере 1950-го года клеветником. Снова я думаю о преимуществе точных наук. К работе математика этикетки «клеветник» не приклеишь. Современному читателю трудно одолеть книгу Андрея Белого, мешает придуманное им словообразование, произвольная перестановка слов, нарочито подчеркнутый ритм прозы. Даже в замечательных мемуарах, написанных незадолго до смерти, Андрей Белый то и дело старался перекрутить снежок. Балтрушайтесь, угрюмый, как скалы, которого Юргисом звали, дружил с Поляковым. И, не раздеваясь, садился, слагал на палки свои две руки. И запахивался, как утес облаками, дымком папироски. С гримасой с ужаснейшей пепел стрясал, ставя локоть углом и моргая из-под поперечной морщины на собственный нос в красных явственных желках. Это, кажется, написанным на древнем языке нужно расшифровывать, как слово о полку Игореве. Не всякий из молодых советских прозаиков знаком с книгами Андрея Белого. Однако без него, как и без Римизова, трудно себе представить историю русской прозы. Вклад Андрея Белого чувствуется в произведениях некоторых современных авторов, которые, может быть, никогда не читали Петербурга и Котика Литаева. Пути развития литературы еще более загадочны, чем пути отдельных писателей. Эфирные масла, извлекаемые из корневищ ириса или из цветов иланкинанга, никогда не применяются в чистом виде. Но ими пользуются все парфюмеры мира. Эссенция медиена разбавляется водой. Мало кто способен прочитать от доски до доски собрания сочинений Велимира Хлебникова. А этот большой поэт продолжает оказывать влияние на современную поэзию скрытыми обходными путями. Влияют теми, кого повлиял Хлебников. То же самое можно сказать и о прозе Андрея Белого. его путь был запутанным и малопонятным, как его синтаксис. В 1932 году неподалеку от Кузнецка в поселке, где жили шорцы, я видел последнего шамана. Он понимал, что его дни сочтены и начинал шаманить неохотно, может быть, с голоду или по привычке. Но несколько минут спустя впадал в экстаз и вдохновенно выкрикивал никому непонятные слова. Вспоминая некоторые выступления Андрея Белого, я думаю об этом шамане. Мне кажется, что Борис Николаевич и говорил, и писал часто в состоянии иступления. Если угодно шаманил, торопился, всегда что-то видел и предвидел, но не мог подобрать для увиденного понятных слов. Он вдохновенно появился Штейнером, антропософией, строил храм в Дорнахе, строил не как Волошин, нет, серьез иступленно. В Берлине в 1922 году было множество танцолик, растерянные полуголодные немки и немцы часами танцевали входивший в моду фокстрот. Что приснилось Андрею Белому, когда он услышал впервые джаз? Почему он начал мистово танцевать, пугая глазами пророка молоденьких приказчиц? Он рано посидел, лицо было темным от загара, а глаза все сильнее и сильнее отделялись от лица, жили своей жизнью. Все в нем было несчастьем, и сердечные драмы, и дружба с Блоком, и постоянные разверения, и литературное одиночество. Еще в 1907 году он написал эпитафий о себе. Золотому блестку верил, а умер от солнечных стрел, думал, века изверил, а жизни прожить не сумел. Умер он в возрасте 54-х лет не от солнечных стрел, а от усталости. Хотел идти в ногу с веком, но то обгонял его, то оставался позади. Жизни прожить не сумел. Все, кажется, он испробовал и мистику, и химию, и Канта, и Соловьева, и Маркса. Был после Бормаха руководителем литературной студии про риткульта, писал для советских газет очерки о росте социалистической экономики, написал заумную гласолалию, не раз хранил себя и снова задевал кавардак. Непримиримые эмигранты его ненавидели. Он им казался перебежчиком, ведь он проводил вечера в беседах с Шестовым, с Бердяевым, дружил с Мельшковским и вдруг в Берлине в 1922 году заявил, что подлинная культура советской России, а убежавшие от революции мертвы и смердят. Скифы считали его своим. Трудно сказать почему, вероятно, потому что он восхищался гражданским мужеством блока. Ничего скифского в Андрее Белом не было. Он боялся панмонголизма, о котором писал Соловьев и которым вдохновился блок. Автоматизм западноевропейской буржуазной жизни Андрей Белый обличал не как скиф, мечтающий о древних кочевьях, а как гуманист эпохи Возрождения. Помню два его признания. Разговаривая с Маяковским в Берлине я писал, как высоко ценил белый поэму «Человек», Борис Николаевич сказал «Все в вас принимаю и футуризм, и революционность. Одно меня отделяет ваша любовь к машине как таковой. Опасность утилитаризма не в том, что молодые люди увлекутся утилитарной стороной науки, это я только приветствую. Опасность в другом в апологии Америки. Америки унитмена больше нет. Побеги травы высохли, есть Америка ополчившаяся на человека». В другой раз Белый поспорил с крупным писателем близким к смену веховцам. Борис Николаевич кричал «Вам не по душе революция, вы верите в НЭП, вы восхищаетесь с порядком, твердой рукой, а я за октябрь, понимаете? Если мне что-нибудь там не по душе, это именно то, что вам нравится». Я писал в этой книге, что Андрей Белый в 1919 году предсказал атомную бомбу. Беседуя со мной, он часто говорил о том, что математики, инженеры, химики отрекаются от своего долга служить человечеству, работают над усовершенствованием гибели, катастрофы, смерти. Он писал об этом в своем дневнике 1915-1916 годов на перевале. Гений? Бесспорно. Бессильный гений. Незадолго до смерти он сам попытался разобраться в этом противоречии. «Тридцать лет перепелы сопровождали меня, изменил убеждением, литературу забросил, себе сжег художника, став как гоголь больным, легкомысленнейшее существо, лирик, мертвенный рационалист, мистик, материалистом стал». Я подавал много поводов так полагать о себе. Перемудрый от преждевременного усложнения тем, техницизмом, контрапунктистики в оркестрировании мировоззрения, увиденного мною многоголосной симфонией. Так композитор, лишенный своих инструментов, не может напеть собственным жалким простуженным горлом и волторные флейты, и скрипки, и литавру в их перекликании. Вероятно, это самое правильное объяснение. Сложнейшая партитура и слабый человеческий голос. Отсюда и одиночество. На берегу моря крепкий, казалось бы, бодрый, он говорил мне, всего труднее найти связь с людьми, с народом. Подарив мне Петербург, написал, с чувством постоянной связи. Я говорю не о случайном совпадении слов, а о навязчивой идее. Он так хотел живой связи с людьми, а судьба его обошла. Личное горе выглядело холодом. С золотом в лазури. Стихотворение, посвященное Андрею Белому, Мандельштам писал, «Меж тобой и страной ледяная рождается связь». Эти строки были написаны на следующий день после кончины Бориса Николаевича. Я писал, что на развитие нашей прозы повлияли Андрей Белый и Ремезов, хотя их книги теперь почти все незабыты. Эти писатели не походили друг на друга. Андрей Белый витал в небесах, не мог прожить и дня без философских обобщений. Много ездил по свету, восторгался, горячился, спорил. Алексей Михайлович Ремезов был домоседом, жил на земле, даже под землей, походил на колдуна и на крота, вдохновлялся корнями слов, не мудрил, как Белый, а чудил. В 1921-1922 годах в литературу вошли молодые советские прозаики Борис Пермяк, Севолод Иванов, Зощенко, многие другие. Почти все они пережили увлечение Андреем Белым или Ремезовым. Я как-то заговорнул в моей книге того времени «Неправдоподобные истории», «Жизнь и гибель Николая Курбова», «Шесть повестей о легких концах». И удивился. Запутанные или обурванные фразы, выставленные или придуманные словечки. А когда я так писал, подобный язык мне казался естественным. Так были написаны и голый год Пермяка, и многие произведения молодых серпионов. Если это можно назвать болезнью, то, говоря по-газетному, она была болезнью роста. Влияние Белого и Ремезова на молодых писателей было настолько очевидным, что Горький писал Федину. Но не поймите, что я рекомендую вам Белого и Ремезова в учителя отнюдь. Да, он изумительно богатый лексикон, и, конечно, это достойно внимания, как достоин его и третий обладатель сокровищами чистого русского языка лесков, но ищите себя. Это тоже интересно, важно, и может быть очень значительно. Я рассказал об Андрею Белом, теперь мне хочется вспомнить Ремезова, с которым я познакомился в 1922 году в Берлине. В мещанской немецкой квартире в комнате, заставленной чужими вещами, сидел маленький сгорбленный человек с большим любопытным носом и живыми лукавыми глазами. Его жена Серафима Павловна хлопотливо почивала гостей чаем. На письменном столе я увидел рукопицы, написанные, вернее, нарисованные мастером каллиграфии. А на веревочках покачивались различные черти, вырезанные из бумаги. Домашние и злые, хитрые и простодушные, как новорожденные козлята. Алексей Михайлович тихо посмеивался. В тот день, кроме привычных игрушек, у него была новенькая, пельняк, которая рассказывала фантастические истории о жизни в Коломне. В Берлине Ремезов был таким же, как в Москве или в Петрограде. Писал такие же сказки, играл в те же игры, разводил тех же чертяк. Я говорю это, читая теперь записи людей, встречавшихся с ним до его отъезда за границу. Вот что писал Людин в 1921 году. «Не перевелись еще человечки такие русские земляные мышины. Живет и здравствует и дай Бог лето долгие человечку российскому, в ночи перышком скрипящему да скрипящему в голодуху и холод царю обезьяньему Алексею Михайловичу Ремезову». В 1944 году в книге «Горький среди нас» Феден вспоминал первые годы революции. Сутулый, схожий чем-то с коньком грубунком, чуть-чуть в присядочку бежит по-месскому человек, колючевыглядывающий из-за очков в пальтеце и в шапочке. Он прячет большой многоумный затылок в поднятый воротник, а подбородок и губы выпячивает и крючковатый немалый нос его чувствительно движет кончиком, вероятно, принюхиваясь к тому, что излетает из выпеченных уст. Людям написал приведенные мои строки в годы повального подражания Ремезову. Федям двадцать лет спустя, но и он, рассказывая об Алексею Михайловичу, невольно заговорил на давно забытом ремезовском языке. «Среди прочих Ремезов играл в некий таинственный орден, созданный им «Обезьянья Великая Невольная Палата» или «Обездвол Пау». Он производил в кавалеры, в князья, в епископы друзей-писателей Замятина, Щеголева, Серапионов. Я числился кавалером с жужелиным хоботком. В 1946 году, приехав в Париж, я пошел к Алексею Михайловичу. Я не видел его перед тем лет двадцать. Не зачем напоминать, какие это были годы. Много несчастья перенес я Алексей Михайлович. В годы немецкой оккупации он голодал, бедствовал, мерз. В 1943 году умерла Серафима Пауна. Я увидел согнутого в три погибели старика. Жил он один, забытый, заброшенный, жил в вечной нужде. Но тот же лукавый огонек посвечивал в его глазах. Те же черти кружились по комнате, и так же он писал древней лязью, записывал сны, писал письма покойной жене, работал над книгами, которые никто не хотел печатать. Недавно Кадрянская прислала мне книгу, посвященную последним годам в жизни Алексея Михайловича. Я гляжу на его фотографии. Он терял зрение, трудом писал, называл себя слепым писателем. Но удивительно, глаза сохраняли прежнюю выразительность. И работал он до последнего дня. Писал все о том же и все так же Мышкину дудочку по Вриньи Перо повесть о двух зверях. Умер он в 1957 году в возрасте 80 лет. Незадолго до смерти писал в дневнике «Напор затей осуществить не могу. Глаза. Сегодня весь день мысленно писал, а записать не мог». Он и дурачился до смерти. На книгах, изданных в последние годы, значится «Цензурованно в Верховном Совете обезвол пала». Кажется, можно позавидовать такой устойчивости, верности себе, душевной силе. А завидовать нечему. Ремезон узнал всю меру человеческого несчастья. Его часто упрекали за то, что в его книгах нагромождение неправдоподобностей, а его судьба куда-нибудь и всего, что он мог придумать. Пицатели всегда стараются обосновать поступки своих героев, даже если они идут вразрез с общепринятой логикой. Поэты логически оправдывают свои логизмы. Мы понимаем, почему Раскольников убивает старуху, почему Жюльен Сарей стреляет в госпожу Риналь, а жизнь не писатель. Жизнь может без всяких объяснений все перепутать, или, как говорил Алексей Михайлович, перекувырнуть. Ремезов был найрусейшим изо всех русских писателей, а прожил за границей 36 лет и говорил «не знаю, почему так вышло». В ранней молодости, будучи студентом, Ремезов увлекся политикой и стал социал-демократом. Угодил в тюрьму, шесть лет провел ссылки вместе с Слонычарским, Савенковым и будущим пушкинистом Щеголевым. Ссылки он встретил в свою будущую жену Серафиму Павловну наивную СРКу. Ремезов в разговорах всегда подчеркивал, что от революционной работы он отошел, потому что счел себя плохим организатором и еще потому, что увлекся писательством. О том, как он пришел к революционной работе, он писал в дневнике незадолго до своей смерти. Как в России делалась революция, переустройство жизни, уклада жизни. Моё чувство начинается в нищей напаперти и фабричной коморке. Он продолжал три месяца спустя, «История мне представляется кровожадной. Война и расправа. Надо кого-то мучить и замучить. Человек хочет сытно есть, спокойно спать и свободно думать. А впроголод не всякому удается. Не насытившись и не выспишься, забота глушит и убивает мысль. Революция начинается с хлеба». В одной из последних книг, говоря, Тургенева Ремеза возвращается к той же проблеме. В революцию все бросились на бесов Достоевского, искали о революции. И никто не подумал о неумеренной пламенной Марианне Мори, которая, я знаю, никогда не успокоится, и о ее сестре, открытой к мечке о человеческой свободе на земле. А Эллине накануне. А, кстати, поискать бесов совсем не там. Жизнь человека трудная и в мечте человека облегчить эту жизнь. Какие там бесы? Нет, не там, а уж если говорить о бесах, вот мир, изображенный Тургеневым, Толстым, Писемским, Лисковым, вот полчища бесов, а имя, которым праздность и самовольная праздность. В книгах пруд крестовые сестры Ремезов показал подлинных бесов дореволюционной России. Ромен Ролан в предисловии к французскому переводу крестовых сестер написал, что эта книга показывает неправду старого общества, объясняет и оправдывает бурю. Бурин знал, почему он жил и умер в изгнании. А Ремезов о белой эмиграции всегда говорил недружелюбно. Они повторял, что они не говорят, оживая жизнь в России. Кадрянская приводит такие слова Алексея Михайловича. Из 1947 года мне памятны три крепких отзыва. Ретроград, подлец, советская сволочь. Когда я был у него летом 1946 года, он говорил, паспорт у меня советский. Хотел хоть этим утешить, да и печально улыбался. за границей он мыкался. Его выселяли, высылали. В Берлине за него вступился Томас Манн. В Париже его объявили в том, что он развел в доме мышей. Всегда он был в долгах, не знал, чем заплатить за маленькую квартиру. Федин писал, что Ремезов мог быть и в действительности был с твой обычнейшим правым фронтом литературы. Слово правый относится, конечно, не к политике, но к эстетике. Ремезов у Федина противопоставлен лефовцам. Мне кажется, что страсть к старым народным оборотам, к корням слов, отвечающие Ремезова, была присуща и Хребникову, без которого нельзя себе представить лефа. Ремезов говорил, что из современников ему ближе других Андрей «Белый», «Хлебников», «Маяковский», «Пастернак». Не очень-то правые вкусы были у Алексея Михайловича. В живописи он любил Пикассо, Матисса. Архаизмы диктовались не консервативными наклонностями, а стремлением найти новый язык. Ремезов часто с любовью вспоминал Пришвина. В предсмертном письме он радовался, что в Москве торжественно почтили память Михаила Михайловича. Своей автобиографией Пришвим, желая объяснить природу искусства, писал, писатель Ремезов в свое время тоже имел революционную прививку и дружил с Каляевым. Ремезов не был легкомысленным дезертиром в искусство. Каляев продолжал к нему относиться тем же самым уважением, когда он стал писать свои утонченнейшие изящные словеса. Однажды близко к своему концу Каляев случайно встретился на вокзале с Ремезовым. Улыбнулся приветливо и так наивно простодушно спросил на ходу «Неужели все о своих букашках пишешь?» Конечно, ремарка читает больше, чем Гоффмана и о Пухтингу куда популярнее Тютчева. Но статистика не решает дело. Есть крылья разного калибра для разных полетов. Ремезов был поэтом и сказочником. На одной из книг, которую мне подарил, он написал «Здесь все для елки». Елки одновременно были у нас не в почете, потом их восстановили в правах. Алексей Михайлович в книгах был таким же, как в жизни. Играл, выдумывал, иногда веселил своими нелепостями, иногда опечалил. Елку любят не только дети, и редко встретишь человека, которому хотя бы раз в жизни не понадобилась до зарезу сказка. В этом оправдание букашек долгих трудов большого писателя Алексея Михайловича Ремезова. Произведение в «Кавалеры обеззво упало» Ремезов определил с хоботком жужелицы не случайно. Жужелица защищаясь выделяет едкую жидкость. Критики называли меня скептиком, злым циником. В начале этой книги я сказал, что хочу написать исповедь. Вероятно, я обещал больше, чем могу выполнить. В католических церквах исповедальни снабжены занавесками, чтобы священник не видел, кто ему поверяет тайны. Говорят, что биография писателя в его книгах. Это верно. Однако, придавая вымышленным героям свои черты, автор маскируется, заметает следы. Есть у него помимо книг личная жизнь, любовь, радости, потери. Пока я писал о моем детстве, ранней молодости, я не раз отодвигал занавеску исповедальни. Дойдя до зрелых лет, я о многом умалчиваю, и чем дальше, тем чаще придется опускать те события в моей жизни, о которых мне трудно было бы рассказать даже близкому другу. И все же это книга исповеди. Я сказал, что меня часто называли скептиком. В Ленинграде в 1925 году вышла книга Терещенко «Современный нигилист Эренбург». Тургенев пустил шепхот словечко «Нигилист» писал «Не в виде укоризны, не с целью оскорбления было употреблено мною это слово, но как точное и уместное выражение проявившегося исторического факта. Она была превращена в орудие доноса бесповоротного осуждения, почти в клеймо позора». Я хочу сейчас разобраться в правильности этикетки, которые часто на меня вешали. С детских лет я жил сомнениями в абсолютности тех истин, которые слышал от родителей, преподавателей и взрослых. Так было и потом. Слепая вера мне казалась иногда прекрасной, иногда отвратительной, но неизменно чужой. Порой в молодости я пробовал пересиливать себя. Отойдя до возраста, который Данте называл «серединой жизненного пути», понял, что можно изменить суждение, но не натуру. Уже в старости я написал о моем отношении к слепой вере, которая противопоставляла критическое мышление и верность идее людям, да и себе. Не был я учеником примерным и не стал с годами безупречным. Из апостолов Фома неверный кажется мне самым человечным. Услыхав, он не поверил просто, мало ли рассказывают басен, и, наверное, не один апостол говорил, что он весьма апатен. Может, был Фома тяжелодумом, но, подумав, он за дело брался. Говорил он только то, что думал, и от слов своих не отступался. Жизнь он мерил собственной меркой, были у него свои скрижали. Уж не потому, что он неверный, он молчал, когда его пытали. Я упоминал в этой книге о характере моих сомнений. Будь я социологом или физиком, астрономом или профессиональным политиком, наверное, мне легче было бы перейти поле жизни. Я не хочу этим сказать, что путь политических деятелей или ученых усламорозами, но, переживая временную неудачу или поражение, они видят, что побеждает разум. А я стал писателем, то есть человеком, который по характеру своей работы должен интересоваться не только устройством общества, но и внутренним миром индивидуума. Не только судьбами человечества, но и судьбой отдельных людей. Мы теперь частенько говорим о потускнении литературы и искусства, о том, что физики опередили мириков. в 1892 году Чехов писал «Разве Короленко, Натсон и все нынешние драматурги не лимонад? Разве картины Лепина или Шишкина кружили вам голову? Мило, талантливо, вы восхищаетесь и в то же время никак не можете забыть, что вам хочется курить. Наука и техника переживают теперь великое время. Для нашего же брата это время рыхлое, кислое, скучное. Сами мы кислые, скучные, умеем рожать только гуттаперчевых мальчиков. И не видит этого только Стасов, которому природа дала редкую способность пьянеть даже от помоев». Порой заглядывая в прошлое, успокаиваешься. Когда Антон Павлович писал процитированное мною письмо, он не знал, что его путь идет в гору, что в теклистской газете напечатан первый рассказ Максима Горького, что 12-летний мальчик Саша Блок станет великим поэтом, и что русская поэзия находится накануне подъема. Приливы всегда очередовались с отливами. Иногда прилив затягивался. Французские импрессионисты выступили в 70-е годы прошлого века. Многие из них еще были в расцвете сил, когда на смену пришли Судзан, Гоген, Ван Гог, Тулус, Латрек. В начале нашего века впервые выставили свои работы Боннар, Матис, Маркет, Пикассо, Брак, Леже, и только четверть века спустя начался отлив. Современная американская литература создана писателями, родившимися вокруг 1900-го года, Хемингуэем, Фолкмером, Стейнбеком, Колдуэлом. Их называли потерянным поколением. Но не они, а последующее поколение потеряло дорогу, завязло в трясине. Между смертью Некрасова и первым сборников стихов Александра Блока прошло почти 30 лет. Я видел появление крупных писателей, художников, и не могу пожаловаться, что жил в эпоху спада искусства. Нет, тяжело было другое. Я жил в эпоху необычайного взлета и столь же необычайного падения человека. В эпоху разлада между быстрым прогрессом естествознания, развитием техники, победами справедливых социалистических идей и душевным запустением миллионов человеческих существ. Слишком часто мне приходилось видеть необыкновенно сложные машины, необычайно примитивных людей, с предрассудками, с грубостью чувств пещерного века. Я рассказал, какой была Москва моего детства, темный, с московским листком, со снобами, не сводившими глаз с Парижа, с неграмотными рабочими, с заграничными товарами. На западе о России тогда говорили редко. Страна кнута, с храбрыми казаками, с пшеницей, пушниной, край бомб и виселиц. Стоит заглянуть теперь в любую газету любого континента, чтобы увидеть, сколько пишут про нас. На Москву смотрят все, одни с надеждой, другие с опаской. Зеломый сонный город моего детства стал подлинной столицей. Родился новый Китай, добилась независимости Индия, поднялась буря, и одна за другой страны Азии и Африки скидывают господство белых. Да, все переменилось. Мог ли я мальчикам себе представить, что будут перелетать за несколько часов океан, что появится радио и телевидение, что человек отправится в космос? Чудеса, семейные шаги. Но разве в те же годы отрочества я мог себе представить, что впереди Освенцим и Хиросима? Мы воспитывались на книгах прошлого столетия, и я знал два полюса прогресс и варварство, просвещение и невежество. А двадцатый век многое перепутал. Я вспоминаю дневник немецкого офицера, который мне принесли на фронте в 1943 году. Автор был студентом, цитировал Бегеля и Ницше, Гёте и Стефана Георге. Увлекался перспективами современной физики. И вот он записал «Сегодня в Кельцах мы ликвидировали четырех еврейских детенышей. Они прятались под полом и мы потом смеялись, что умеем вымаривать крыс». Недавно мы видели, как терзали Патриса Лумумбу. Репортеры фотографировали пытки. И аппараты у них были превосходные. Дикость, если она связана с невежеством, объяснима. Труднее ее понять в людях образованных, порой одаренных. Будущие эсэсовцы учились в школах той Германии, которую я знал. С детских лет им говорили, что Камп написал критику чистого разума и что Гетте, умирая, воскликнул больше света. Все это не помешало им десять лет спустя швырять русских младенцев в колодцы. Изверские идеи маньяка скажут мне, конечно, но меня потрясло не появление новейной истории Гитлера, а то, как быстро изменился облик немецкого общества. Люди с высшим образованием превратились в людоедов. Тормоза цивилизации оказались хрупкими и при первом испытании отказали. Но что говорить о фашистах? Я видел, как в передовом обществе некоторые люди, казалось бы, приобщенные к благородным идеям, совершали низкие поступки, воиноличного благополучия или своего спасения предавали товарищей, друзей. Жена отрекалась от мужа, расторопный сын чернил попавшего в беду отца. Не знаю от того ли, что шла борьба за построение нового общества, борьба подчас кровавая, в которой противники не брезгали ничем, от того ли, что приходилось за несколько лет наверстывать упущенные веками, но многие люди развивали односторонние. Автор книги «Современный нигилист», о которой я упомянул, ставил ему вину культ любви, называя его мещанством. В частных случаях по отношению к слабым или малоразвитым людям, половая любовь еще может сыграть роль двигателя вперед, но при условии, если любовь поставлена на свое место. «Я помню петрарку Лермонтова Гейна, и мне казалось, что мой обвинитель слабый или малоразвитый человек, и что, хотя он считает себя коммунистом, его понимание любви, поставленной на свое место, апология мещанства». Вправду ли я скептик, циник, нигилист? Не оглядываясь на свое прошлое, я хотел сам многое понять, проверить, и не раз ошибался. Но я твердо знал, что как бы меня не огорчали, не возмущали те или иные вещи, я никогда не отступлюсь от народа, который первым решился покончить с ненавистным мне миром корысти, лицемерия, расового или национального чванства. Думаю, скептик просидел бы с горькой смешкой всю свою жизнь где-нибудь в нейтральном закупке, а циник писал бы именно то, что устраивает самых придирчивых критиков. Сартр говорил мне как-то, что детерминизм ошибка, что у нас всегда есть свобода выбора. Думаю теперь о его пути, я лишний раз вижу, насколько мы связаны в своем выборе историческими обстоятельствами, средой, чувством ответственности за других, той общественной атмосферой, которая неестественно повышает голос человека или наоборот глушит его, меняет все пропорции. Бывают эпохи, когда, облюбовав место над схваткой, можно сохранить любовь к людям человечность. Бывают и другие, когда духовно независимые кимики становятся циниками, а бочка диогена превращается в ту самую хату, которая всегда с краю. Уж что-что, а эпохи человек не выбирает. В чем же были правы критики? Да в том, что по своему складу я вижу не только хорошее, но и дурное. Правы в том, что я склонен к иронии. Чем больше я взволнован, растроган, тем резче выступают иглы, шипы. Это явление довольно распространенное. В свое время был даже литературный термин романтическая ирония. В моих ранних книгах преобладала сатира. На аванс сцену часто вырывались рвачи, злые вещания, лицемеры. Потом я увидел, что сплошь да рядом доброе и дурное сосуществует в одном человеке. Я написал день второй. Однако этикетка оставалась. Афиногенов, с которым я познакомился в 30-е годы, писал в своем дневнике «У Эвенбурга взгляд на все происходящее скептический». Это написано дружеской рукой, но с замечанием сказалась инерция установившегося реноме. Да зачем говорить о том, что было четверть века назад? В 1953 году я написал «Оттепель». Само название книги, казалось бы, показывало доверие автора к эпохе и людям, но критика возмутила, что я показал директора завода человека бесчувственного и нехорошего. Есть писатели, которые как бы видят вокруг только хорошее, доброе. Это не связано с личной добротой автора. Мне кажется, что в жизни Чехов был мягче, снисходительнее, добрее Толстого. Но Чехов справедливо писал «Каждую ночь просыпаюсь и читаю «Войны и мир». Читаешь с таким любопытством и с таким наивным удивлением, как будто раньше не читал. Замечательно и хорошо, только не люблю тех мест, где Наполеон. Как Наполеон, так сейчас и натяжка, и всякие фокусы, чтобы доказать, что он глупее, чем был на самом деле. Все, что делают и говорят Пьер, князь Андрей или совершенно ничтожный Николай Ростов, все это хорошо, умно, естественно и трогательно. Толстой сделал из Николая Ростова обаятельного человека, а Наполеона описать не сумел. Что касается Чехова, то он очень хорошо показывал людей, обижающих других, да и обиженные в его рассказах охотнитные ангелы. Что нужны людям раскрытие пороков, душевных изъянов, язв, общества или утверждение благородства, красоты, гармонии? Вопрос, по-моему, праздный. Людям нужно все. В одно время жили державин и фан-визин. Остались глагол времен, металлозвон. Остался и недрозы. Никогда не существовало, не существует, да и вряд ли будет существовать общество, лишенное пороков. Долг писателя, если только он чувствует к этому призвание, говорить о них, не страшась, что щей-то легкой руки его причислят к скептикам или циникам. Я люблю Булинского из-за его гражданскую страсть, из-за страсти к искусству, за глубокую честность. Часто я вспоминал его слова. Когда же мы находим в романе удачными только типы негодяев и неудачными типы порядочных людей, это явный знак, что или автор взялся не за свое дело, вышел из своих средств, из пределов своего таланта и, следовательно, погрешил против основных законов искусства, то есть выдумывал, писал и натягивал эриторически там, где надо было творить, или что он без всякой нужды, вопреки внутреннему смыслу своего произведения, только по внешнему требованию, морали, ввел в свой роман эти лица и, следовательно, опять погрешил против основных законов искусства. Порой я грешил против законов искусства, порой попросту ошибался в оценках событий и людей. В одном только я не повинен, в равнодушии. Мои рассуждения могут показаться литературной полемикой. Я ведь говорил о бесповеди, а то и дело цитирую Белинского, Толстого, Тургенева, Чехова, но я должен был сказать о глазах и о сердце, о верности времени, которые оплачиваются и бессонными ночами, и неудачными книгами. Без этой главы не было бы трудно продолжать мое повествование. Я говорил, что мое поколение может сосчитать на пальцах относительно спокойные годы. К ним следует отнести то время, о котором я начинаю рассказывать. В осенье 1923 года всем казалось, что Германия накануне гражданской войны. Стреляли в Гамбурге, в Берлине, в Дрездене, в Эрфурте. Говорили о коммунистических пролетарских сотнях, о черном в их сфере фашистов. Канцлер Штреземан взывал к патриотизму. Генерал в цепь проверял достаточно ли у артиллеристов снарядов. Иностранные корреспонденты не отходили от телефона. Гроза представлялась немануемой. Прокатились слабые раскаты грома. Ничего, однако, не произошло. Рабочие были обескуражены, измучены, все мешалось в голове мещанина, но никому больше не верил, ненавидел в стиль месса и французов, побаиваясь блестительной порядка. Он в то же время мечтал о добротном и длительном порядке. Социал-демократы хвастали образцовые организации, профсоюзы аккуратно собирали членские взносы, а решимости не хватило. Канцлер приказал распустить рабочее правительство Саксонии и Тюрингии. Я видел листовку с призывом к восстанию. Люди читали и молча шли на работу. Мюнхен считался главной квартирой фашистов. Известный всем генерал Людендорф и еще мало кому известный Гитлер попытались захватить власть. Черновая репетиция трагедии вошла в историю под названием скорее подходящим для фарса Дневной Путч. Верлинцы равнодушно пробегали телеграммы из Мюнхена. Еще один Путч, капитан Рэм, какой-то Гитлер. Приближалась пора плана Даоса, хитроумной дипломатии Штреземана, внезапного достатка после 10 лет беспросветной нужды. Газеты перешли на сенсационные убийства и на похождения кинозвезд. Заводы не успевали выполнять заказы. Пустовавшие магазины начали заполняться покупателями. Герои художника Гросса в ресторанах Курфюрстендам пили французское шампанское за новую эру. О переходе военной экономики на мирную имеется обширная литература. Мне трудно обыкновенному человеку перейти от жизни перенасыщенной историческими событиями к будням. Два года я прожил в Берлине с постоянным ощущением надвигающейся буря и вдруг увидел, что ветер на дворе улегся. Признаться, я растерялся. Не был подготовлен к мирной жизни. Дом искусств давно закрылся. Лопнули эфемерные издательства. Русские писатели поразъехались кто куда. Горький в Соренто, Толстой и Андрей Белый в Советскую Россию, Святаева в Прагу, Ремезов и Ходосевич в Париж. Уехали из Берлина чужоземные спекулянты. Марк остановился на ноги. Газеты писали о том, что новый американский президент добьется ухода французов из Рура. Начинается восстановление Германии. Некоторые немцы чистосердечно наслаждались покоем. Другие говорили, что надо готовиться к реваншу. Оккупированные не расставались мечтой снова стать оккупантами. Однако стрелка обороны прошла вверх. Люди думали не о будущей войне, а о предстоящих каникулах. Я много писал и, пожалуй, в те месяцы, какие раз потом, меня выручало ремесло. Не знаю, святое ли оно или попросту очень трудное. Говорю сейчас не о замыслах, не о фантазии, а только о поте. Вот я отмечал, написал столько-то книг, следовал перечень заглавий. А затем скрывался прежде всего труд, разорванные страницы, по десяти раз переделанная строка, бессонные но числом, все то, что известно любому писателю. Бывали дни, когда я настолько сердился на самого себя, что готов был отказаться от писательства. Но потом снова сидел на глистом бумаге, втянулся в это дело, поздно было гадать, есть ли у меня способности или нет. Я закончил и отослал в Петроград сентиментальный роман «Любовь» Жанны Ней отдал дань романтике революционных лет Диккенсу увлечению фабулой страной романов и своему уже нелитературному желанию писать не только о тресте, занимающемся уничтожением Европы, но и о любви. Шагая под ним улицем Берлина, удивительно похожим одна на другую, я иногда сочинял стихи, которые потом не печатал. Вот одно из стихотворений, написанных в то время. «Так умирать, чтоб бил озноб огни, чтоб дымом пахли щеки, чтоб курьерский, ну ты угомонись, умись, не шкни, прошамкал мамкой ветровому сердцу, чтоб без тебя, чтоб вместо рук сжимать ремень окна, чтоб не было останься, чтоб умирая о тебе гадать, посыпи звезд по лихорадке станций, так умирать, понять, что гаме чай, буфетчик, вечной розы на котлете, что это смерть, что на твое прощай, уж мне никак не суждено ответить». Формула как будто была заюмной, пастернаковской, но содержание моим. Я продолжал работать, бушевать и, разумеется, иронизировать, а на сердце скребли кошки. Мариак в одном из старых романов говорит, даже страдание это роскошь. Да, слишком часто попадали на нашу долю годы, когда люди не могли себе позволить роскошь быть печальными, страдать от душевной обиды, от неразделенной любви или от одиночества. Навстречу шли чинные бюргеры, фронтихи, чиновники, школьники. Таксы, привязанные возле дверей колбасных, ждали хозяек и тоскливо подзевывали. Я расставался с Берлином без сожаления, а вот с некоторыми иллюзиями, жившими в сердце нигилиста, расстаться было куда труднее. Мы высмеивали романтизм, а на самом деле были романтиками. Мы жаловались, что события разворачиваются слишком быстро, что мы не можем задуматься, сосредоточиться, осознать происходящее. Но стоило историю затормозить ход, как мы помрачнели, не могли приспособиться к другому ритму. Я писал сатирические романы с моим пессимистом, а в глубине сердца надеялся, что не пройдет и десяти лет, как изменится облик всей Европы. В моих мыслях я уже похоронил старый мир и вдруг он ужил, даже прибавил в весе, заулыбался. Наступала эпоха, которую наши историки именуют временной стабилизацией капитализма. Возможно, что читая эту часть моей книги, читатели подумают, первые части были куда интереснее, чувствуется спад, что шантракт не спектакль, а 1924 год, не 1914 и не 1919. В годы передышки писатели поняли, что они могут писать. Именно тогда были написаны прекрасные романы Хелингуэя, Канарная Бабеля, Проэта Маяковского, Семья Тибо Мартензюгара, Поэмы Цветаевой, Волшебная гора Томаса Манна, Парижский крестьянин Арагона, Разгром Фадеева и много других замечательных произведений. А рассказать о годах, когда не было ни мобилизации, ни боев, ни конца лагерей, когда люди умирали в своей постели, да так рассказать, чтобы это было интересно, очень трудно. Флобур мечтал написать роман без фабулы, но не написал его. Очевидно, даже для спокойного повествования требуются какие-то события. Впрочем, читателей можно успокоить. Передышка была недолгой. Кажется, в сентябре 1923 года из Праги приехал в Берлин друг Маяковского и Триоле Рыжий Ромка, лингвист Роман Осипович Якобсон, работавший в советском представительстве. Стихотворением, ставшим хрестоматийным, Маяковский вспоминал, что дипкурьер Нетте, глаз кося в печати Сургуча, напролет болтал о Ромке Якобсоне и смешно потел стихи уча. Роман был розовым, голубоглазым, один глаз косил, много пил, но сохранял ясную голову, только после десятой рунки застегивал пиджак не на ту пуговицу. В нем проразил тем, что все знал и построение стиха Хлебникова, и старую чешскую литературу, и Ромбо, и Козни Перзаны, или Макдональда. Иногда он фантазировал, но если кто-либо пытался уличить его в неточности, улыбаясь, отвечал, это было с моей стороны рабочей гипотезой. А на нем Якобсон начал меня уговаривать съездить в Прагу. Соблазнял и домами барокко, и молодыми поэтами, и даже маравскими колбасами. Он любил поесть и начинал поуметь, хотя был еще очень молод. В конце года я приехал в Прагу. Влады поэты меня встретили дружески, расспрашивали о Маяковском, Мирхольде, Пастернаке, Татлине. Я был первым советским писателем, которого они видели. Об этом написал Незвал, визданный посмертной книге воспоминаний. Франтиша Кубка, рассказывая о своих встречах с советскими писателями и художниками, пишет, что часто видел меня в Праге и не помнит, к какой встрече относится та или иная беседа. Я тоже не могу вспомнить, когда я впервые встретился со многими из моих пражских друзей, в 1923 году или позднее. Но я хорошо помню один из первых пражских вечеров, когда Роман Якобсон привел меня в кафе Народная коварня, облюбованная участниками Девять Сила, так окрестили себя чешские сторонники левого искусства. На диване у длинного стола сидели поэты Витаслав Незвал, Ярослав Сейфорд, прозаик Владислав Ванчура и теоретик Дельцила, критик Карл Тейге. Были еще молодые художники, но не помню кто именно. Незвал пил с львовицу и восторженно вскрикивал. Потом Ванчура ушел домой, а мы начали переходить из одной винарни в другую, и на рассвете оказались в пустой холодной закусочной, где по местным обычаям полагалось есть суп из требухи. Присутствие Незвала трудно было кого-либо заметить. Он заполнял не только комнату, но, кажется, всю Прагу. Он вдохновенно кричал, читал стихи, вскочил на стол, обнимал каждого из нас и все время помахивал короткими, широкими руками, похожими на ласты. Он вообще походил на морского льва. Его облик был настолько своеобразен, что художник Адольфу Гофмейстер рисовал его, как дети рисуют дерево или домик, несколькими линиями, рисовал не глядя, в одну минуту, и все портреты отличались удивительным сходством. Как-то ночью на тихой улице Малой Страны Незвал громко декламировал стихи. Полицейский попросил его не будить людей. Незвал продолжал кричать. Удостоверения личности у него не оказалось, но порувшись в кармане, он вытащил измятый клочок газеты с карикатурой Гофмейстера и снисходительно показал полицейскому «Незвал, поэт». Сила поэзии Незвала прежде всего в непосредственности, наивности. Обычно говорят наивен, как ребенок. Я говорил, что Франсуа Вийон, считавшийся бесхитростным слагателем баллад и рондо, на самом деле был искуснейшим мастером. Незвал обладал высокой поэтической культурой, любил чешских романтиков, Новалеса, Бодлера, Рембо, Гьема Аполлинера, Маяковского, Пастернака, Элюара, Бретона, Тувима. Он не обошел ни одной из поэтических форм, от санетов до стиха, связанного только внутренним ритмом, от классики до сюрреализма. И, любя сопротивление материала, неизменно выходил победителем. Наивен он был не как ребенок, а как соловей, как анемон, как летний дождь. Ежечасно он открывал мир. Он подходил к природе, к человеческим чувствам, даже к предметам обихода, как будто до него не существовало тысячелетней цивилизации. Он был муж не потому, что хотел быть новатором, а потому, что видел и ощущал все по-новому. Выставлены розовые холсты под открытым небом средь равнины. Крыши там из обожженной глины. Это вид Милана с высоты. Зорька вдруг распалась на мелкие кусочки. Солнышко, солнышко лопает пирожочки. Поэзия была для него стихией, водой для рыбы. Отлученный от нее хотя бы на день он задыхался. Он любил поэтов, чувствовал с ним родство, общность. От давней дружбы с Бретоном и Элюаром до поздней встреч с Назымом Хитметом. Восторгался, открывая других поэтов. Как-то он попросил меня прочитать ему вслух стихи Леонида Мартынова. Восхищался, обнимал ластами воздух. У него было очень доброе лицо, и это лицо не обманывало. В последние годы своей жизни он писал книгу воспоминаний. Он говорил мне, что писать ее нелегко. Знал, что многое на свете изменилось, но не хотел изменить друзьям своей молодости. Никого не предал, писал мужественно и нежно. Мне кажется, что он сумел это сделать именно потому, что был поэтом. Я вспоминаю простые и мудрые слова Пастернака о том, что плохой человек не может быть хорошим поэтом. Назвал часто в стихах, писал о стихах. «Будьте строги и прекрасны, добрый час, звездопады слез и клятвы женских глаз, и любовь в горах, где сотни звезд, прямо в руки падают их гнезд. До свидания, до свидания, так и быть, снова буду я будильник заводить. Сколько здесь людей живет вокруг, вот она поэзия, мой друг». Когда я познакомился с Назвалом, ему было 23 года. Годы шли, критики, каким и подобает, корили Назвала. Он отходит от революции, становится формалистом, хуже того, он влюбился в сюрреализм, он отходит от поэзии, он весь в политике, он чересчур сложен, он чересчур прост, он не одолел мастерства, он исписался. А Назвал оставался тем же. Никогда я не встречал человека, который так упорно сопротивлялся обстругиванию, стрижке под гребенку, корректуре годов. Юнишей он написал, что отдает себя революции. Он считал, что справедливость и красота сестры. Часто этого не хотели понять ни поэты, ни догматики. А Назвал стоял на своем. Может удивить его наивность в 1934 году он обратился в ЦК Коммунистической партии Чехословакии, пытаясь доказать, что сюрзиализм, которым он тогда увлекался, вполне совместим с историческим материализмом. Наимного позднее, в конце своей жизни, он не высмеял прошлого, не отрекся от былых друзей, даже если дороги разошлись. В 1929 году, когда Назвалу предложили порвать с коммунизмом, он отказался. 20 лет спустя он не захотел отступиться от того, что считал искусством. Революция для него была не абстрагированным политическим понятием, но сутью жизни. Он и в искусстве страстно любил все то, что порывалось с канонами прошлого. Я знал его друзей и смелого театрального режиссера Эмиля Буриана, который вдохновлялся в те годы Мирхольдом, и художников Шимму, Филу, молодого Славичика, Штирского, Туаен. Когда в конце сороковых годов их причислили к формалистам, Незвал не мог с этим примириться. Как-то он сказал мне, почему у одного нет головы, у другого нет сердца, а у третьего и голова, и сердце, но нет глаз, он не видит живописи, если же обязательно судит художников. Эпоха нераз ему говорила «выбирай или-или». Он не соглашался, был слишком широк для любых рамок. Его стихи, как развившиеся реки, не признавали берегов, а его доброта всех обескураживала. в конце сороковых годов он работал в отделе кино. На их службе он нашел поэзию, фильмы «Трунки». Мы с ним смотрели вместе соловья по сказке Андерсона. Механическая игрушка не могла заменить живой птицей. И вызвал радовался с живописи теперь плохо и вот «Трунка». Гоня искусство с дверь, все равно она ворвется в окно. Он любил деревья Моравии и новую архитектуру Праги. Любил пейзажи импрессиониста Славичка, написал о нем книгу, любил фильмы Чаплина, мансарды Парижа за душевные беседы. Когда он написал «Песнь мира», самые стролые критики умилились. А ведь Незвелл всегда писал о мире. Очень давно, в 20-х годах, когда мы бродили по Праге, я ему сказал, что многом не открыли глубокие дворы старого города, где дети играют, старушки судачат, где есть полутемные трактиры, в которых Швейк рассказывал свои замысловатые истории. Незвелл вспомнил о нашей беседе в 1951 году и написал, что я знаю Прагу не только по Грачанам или по Вацлавскому на миссию, что я люблю ее дворы. Он ведь знал каждый двор, каждый тупичок Праги. Мы с ним встречались и в Париже, и в Москве, надумая о нем, я его неизменно вижу на набережной Вултавы или на узкой надышанной уличке возле старого места. Он посвятил любимому городу много чудесных стихов. Одна из его книг называется «Прага с пальцами дождя». Он увидел женщину, утонувшую во Вултаве, потом вспомнил маску, которую видел в Париже, и написал поэму «Неизвестная сены». Его поразила посмертная улыбка у попленицы. «Незнакомка мертвая, мы пасынки судьбы, разве смерть откроет нам звездные сады?» Через всю жизнь Незвелая прошла зыбкая вместе с тем плотная реальная мечта. Где-то я прочитал, что он был последним романтиком. Нет, не подходит к нему слово «последний». Он всегда и во всем начинал. Я вспоминаю сейчас его старое стихотворение из книги «Женщина во множественном числе». Поэт идет по незнакомому городу мимо огромного дома. Там, наверное, музей с чучелами птиц. Улица пустая. На углу он видит женщину. Она одета слишком тепло для летнего дня. Шляпа закрывает половину лица. Женщине кажется, что она знакома с Незвалом. И Незвалу кажется, что он ее знает. А город чужой, хотя и знакомый. Город нелюбимый. И вот они доходят до дома, поднимаются на третий этаж, она садится, не снимая шляпы, и Незвал ей говорит, «Вас нет, вы здесь, всю жизнь я писал для вас». Но женщины снова нет, она снова идет по улицам, ищет. Кажется, она, я чувствую, что она близко, как мы чувствуем близость смерти. Это не книга о поэзии, а история моей жизни, именно поэтому я должен был рассказать о стихах Незвала. Они вошли в мои дни. Недавно с гофмейстером мы вспомнили прошлое. Очень мало осталось в живых наших общих друзей, завсегдатой в пражских кафе метро, славия и других. Ванчуру мягкого, но непримиримого немцы расстреляли. Из поэтов первым в 1949 году умер Галлос. Трагически оборвались жизни Библа и Тейга. Еще в 30-е годы застрелился архитектор Ферштейн, который делал декорации для пьес Незвала. Умер художник Филла. О смерти Незвала думал давно. В стихотворении написанном в 1935 году он говорил у людей, которые пытаются отградиться от смерти, лицо лиловое, а ногти впиваются в ладонь. Смерть была ему противопоказана. Лучше сутулиться в жизни, чем распрямиться в смерть. Лучше вся тяжесть жизни, чем облегченная смерть. Всю жизнь он составлял гороскопы. О смерти он думал всерьез. В 1955 году в стихах, написанных на юге Франции, он повторял «Море, растет вода, море, не в счет года, что тебе горе, растет трава, идет вода, человек хочет жить, человек умирает, что тебе до него?» «Ты море!» Мне он казался морем. Столько в нем было постоянной и бурной жизни. Вскоре после окончания войны Незвал повел Галаса и меня в винный погребок. Он обнаружил бутылки старого вина, припрятанные от немцев. Позади были годы, каждое с десятилетия. Галас был печален, а Незвал радовался и душевал. И у него не подумал, вот кому годы не в счет. Как-то приехав в Прагу, я нашел Незвала примолкшим. Друзья сказали, что у него плохо с сердцем, врачи запретили ему пить вино, курить. А дня два или три спустя я снова увидел буйного Незвала. Он размахивал ластами, восхищался женщинами, пил вино, читал стихи и, конечно, по-прежнему составлял гороскопы. Однажды он мне сказал, что гороскоп предсказывает ему недоброе. Он предпочитал умереть не по данным электрокардиограммы, а по волшебной карте совместий. В последний раз мы встретились весной 1958 года в аэропорту Праги. Я сидел в буфете и ждал самолета, летел в Дели. Вдруг я увидел Незвала. Он только что прилетел из Италии. Он сказал мне, как всегда восхищенный, Италия дивна. Потом обнял меня и тихо добавил, а мне плохо, показал рукой на сердце. Вскоре после этого он умер. В одном из его лучших произведений в поэме Эдисон, написанной в 1931 году, есть строки о страсти от смерти о бессмертии. Только клад не пропал бы безвестно. Смерть сражается с нами нечестно, нас насильно уложат в кровать, чтобы лекарства моря выпивать. Ты, спешивши в грядущее время, будешь предан столетиями всеми. И могу ли я быть хладнокровен, что ни шаг то собрание диковин, предо мной речной перевоз, плесень мельничных мокрых колес. Вы, потомки, простите меня. Нас крутила времен шестерня, лихорадка войны нас трепала, нам разлука платками махала. Может статься на души в бреду надевал я искусство узду, может сам уходя от надлома вас спасал я от желтого дома. Люди, не может пропасть, что сказали страдания и страсть. Не думали, чтобы будущий историк понял пережитую нами эпоху только по газетам, по протоколам заседаний, по архивам академий или трибуналов. Ему придется прибегнуть к поэзии, и одной из первых книг, в которой он потянется, будут стихи неуемного Незвала. Увидев снова Москву, я изумился. Я ведь уехал за границу в последние недели военного коммунизма. Все теперь выглядело иначе. Карточки исчезли, люди больше не прикреплялись, штаты различных учреждений сильно сократились, и никто не составлял грандиозных проектов. Проектовские поэты перестали писать на космические темы. Поэт Герасимов сказал мне, правильно, но тошно. Машинистка Тео, рыжая девушка, которую мы почему-то называли Клеопатрой, давно-то забыла Октябрь в театре и Клекот Всеволода Эмильевича. Она стояла на Петровке возле пассажа и торговала бюстгальтерами. Старые рабочие инженеры с трудом восстанавливали производство. Появились товары, крестьян начали привозить живность на рынки. Москвичи отъелись, повеселели. Я не радовался и огорчался. Газеты писали о гримасах МЭПа. С точки зрения политика или производственника, новая линия была правильной. Теперь мы знаем, она дала именно то, что должна была дать, но у сердца свои резоны. МЭП часто мне казался одной зловещей гримасой. Помню, как приехав в Москву, я застыл перед гастрономическим магазином. Чего только там не было. Убедительнее всего была вывеска «Эстомак» — желудок. Духа была не только реабилитирована, но возвеличена. В кафе на углу Петровки и Столешникова меня рассмешала надпись «Нас посещают дети кушать сливки». Детей я не обнаружил, но посетителей было много, и казалось, они тучнели на глазах. Пооткрывалось множество ресторанов. Вот Прага, там Эрмитаж, дальше Лексабон, бар, официанты были во фраках, я таки не понял, шире ли фраки замовы, или они сохранились в сундуках до революционных времен. На каждом глуши были пивные с фокстротом, с русским хором, с цыганами, с балалайками, просто с мордобоем. Пили пиво и портвейн, чтобы поскорее охмелеть, закусывали горохом или воблой, кричали, пускали в ход кулаки. Возле ресторана стояли лихачи, поджидаясь загулявших. И как в далекие времена моего детства приговаривали, ваше снятиество подвезу. Здесь же нужно было увидеть нищенок, беспризорных. Они жалобно тянули копеечку, копеек не было, были миллионы лимоны и маленькие червонцы. В казино проигрывали за ночь несколько миллионов. Барыши маклеров, спекулянтов или обыкновенных воров. На Сухаренке я услышал различные песенки. Они, может быть, лучше многих описаний расскажут читатели о гримасах НЭПа. Была песенка философическая. Цыпленок жареный, цыпленок пареный, цыпленки тоже хотят жить. Я не советский, я не конецкий, я только птичий комиссар. Я не обмериваю, я не расстреливал, я только зернышки клевал. Была песня торговки бубликами. Отец мой пьяница, он крюнки тянется, он врет и чванится, а брат мой вор, сестра гулящая, совсем пропащая, а мать курящая, какой позор. Была бандитская, кажется, завезенная из Одессы. Товарищ, товарищ, болят мои раны. Товарищ, товарищ, за что мы боролись, за что проливали мы кровь, буржуи пируют, буржуи ликуют. Встретил я цыганку, которая до революции пела в ресторане. В 1920 году она каждый день приходила к Миллерхолду, требовала, чтобы он ей устроил паёк. Селот Эмильевич её направил в музо. Улыбаясь, она рассказывала, четыре года кочевала, а теперь я села, паю в Лиссабоне. Знакомая актриса позвала меня к себе. Не знаю, как ей удалось сохранить отдельную квартиру в особняке возле Кропоткинской. Было много гостей, танцевали фокстрот, торжественно, как будто выполняли обряд. В полночь пришёл молодой человек в узеньком ярко-рыжем пиджаке, начал снисходительно объяснять. В Москве не умеет отличить фокстрот от уан степа. Он ездил недавно в командировку и видел, как танцует в Лейпциге. Все внимательно слушали. Завели патефон. Те же куплеты, что в дансингах Парижа и Берлина. Вы любите бананы и щеблете тину. Актриса мне рассказала, что юноша, ездивший в Лейпциг, учился с ней в театральной студии, а теперь работает во внешторге. Его, наверное, скоро посадят, уже очень он хопает. Буржуа с детства знали достаток. Трата денег для них была привычным занятием. Старая буржуазия рассеялась по миру. Многим за границей пришлось плохо. Переход от богатства и праздности к нужде, к черной работе доводил людей до отчаяния, до самоубийства, до преступлений. Социальное происхождение Непманов было пестрым. Бывший помощник присяжного поверенного, прослуживший два года в нарком миссии, вдруг начал торговать местами в спальных вагонах. Я знал поэта, который в 1921 году читал полуфутуристические стихи в домино. Теперь он перепродавал французскую парфюмерию и эстонский коньяк. Судили бывшего рабочего завода Гужона, участника гражданской войны. Он похитил вагон-мануфактуру и попался случайно. Напился в ресторане, разбил зеркало. На нем нашли восемь миллионов. Конечно, он не походил на наследственного буржуа, как не походил на пролетария какой-нибудь поручик, в прошлом сын богатой домовладелицы, которого нужда загнала на парижский завод. Миллионы бросались в голову мэтменам, они сумасбродствовали, скандалили, быстро гибли. Редко кто откладывал на черный рынок. Люди уверили ни в долголетие НЭПа, ни в астигнации. Грань между дозволенной наживой и наказуемой спекуляцией была тонкой. Время от времени сотрудники ГПУ арестовывали десяток или сотню наиболее предприимчивых деляг. Это называлось «снять накипь НЭПа». Повар знает, когда ему снять накипь сухи, но врягли все НЭПы мы понимали, кто они, рыбешка или накипь. Неуверенность в завтрашнем дне придавала развлечениям новой буржуазии особый характер. Та Москва, которую Евсений называл Кабацкой, Буянио с надрывом. Это напоминало помесь золотой лихорадки в Калифорнию прошлого века и уцененной Достоевщины. Рядом была другая Москва. Бывший митропой оставался вторым домом советов. В нем жили ответственные работники. В столовой они ели скромные беточки. Они продолжали работать по 14 часов в сутки. Инженеры и врачи, учителя и агрономы, если не с прежним романтизмом, то с прежней настойчивостью восстанавливали страну, разоренную гражданской войной, блокадой, годами засухи. На лекции в политехническом по-прежнему было трудно пробиться. Книги в магазинах не залеживались. Штурм знаний продолжался. В 1924 году я писал «Не знаю, что выйдет из этой молодежи, строители коммунизма или американизированные специалисты, но я люблю это новое племя, героическое и озорное, способное трезво учиться и бодро голодать, голодать не как в студенческих пьесах Леонида Андреева, а всерьез, переходить от пулеметов к самоучителям и обратно. Племя, гогочащее в цирке и грозные в скорби, бесслезные, заскорузлые, чуждые влюбленности и искусство, преданные точным наукам, спорту, кинематографу. Его романтизм не в творчестве потусторонних мифов, а в дерзкой попытке изготовлять мифы в заправду серийно, на заводах. Такой романтизм оправдан октябрем и скреплен кровью семи революционных лет. Конечно, в формулировках, сказалось, было о увлечении конструктивизмом, но мне кажется, что я верно подметил некоторые черты, присущие молодежи тех лет. Я добавлял, хорошо, что они умеют критически подойти к фактам. Когда кто-нибудь начинает поддакивать любому докладчику, над ним смеются, называют такольщиком от односложного так-так. Рабфаковцы, о которых я писал, были людьми, родившимися в первые годы нашего века. Я был старше их всего на 10-12 лет. На смену поколения была резкой. Моими сверстниками были Маяковский, Пастернак, Цветаева, Федин, Мандельштам, Полстолский, Бабель, Тынянов. Мы прожили молодость в дореволюционные годы. Многое помнили. Иногда это нам мешало, иногда помогало. А студенты 1924 года увидали революцию глазами подростков. Они формировались в годы Гражданской войны и НЭПа. Это поколение Фаднеева и Светлова, Каверина и Заболоцкого, Евгения Петрова и Логовского. Оно рано начало редеть. Теперь те, что выжили, выходят на пенсию. У них есть время, чтобы изучить тот предмет, который Гюго называл искусство быть дедушкой. И я заметил, что молодые скорее находят общий язык с ними, нежели со своими отцами. Снег белый сострадательной пеленой покрывает все. Когда приходит первая оттепель, земля обнажается. В годы НЭПа нас потрясало, порой доводило до отчаяния живучесть мещанства. Ведь мы тогда были наивными и не знали, что перестроить человека куда труднее, чем систему управления государством. Комната у меня в Москве не было. Меня приучили в Цекубу на Кропоткинской. Туда приходили старые ученые, беседованные или молча вздыхали. Им трудно было понять, что к чему. Вздыхали те годы многие поэты. И так как они это делали не в столовой Цекубу, а на страницах журналов их за вздохи ругали. Углубка считалась аттестатом политической стойкости. Выходил журнал на посту. Название казалось романтическим, в действительности пост был скорее милицейским, чем болевым. На посту церегами всех Алексея Толстого и Маяковского, Севода Иванова и Есенина, Ахматову и Вересаева. Поэты однако продолжали вздыхать. Асиев написал печальную поэму о любви «Лирическое отступление». Имя постовца обрадованно цитировали вырванные из нее строки. «Как я стану твоим поэтом коммунизма племя, если крашено рыжим цветом, а не красным время?» Я пошел к Маяковскому. У Бриков было, как всегда, много гостей. Пили чай, ели холодные котлеты. Маяковский мрачный здесь же дорисовал какой-то плакат. Несколько дней спустя я его встретил в клубе. Он доказывал, что нужно помочь государству бороться с частной торговлей. Писал рекламы. Все, что требует желудок, тело или ум, все человеку предоставляет гум. Или разрешаются все мировые вопросы. Лучшие в жизни посольские папиросы. Ночью он вдруг начал читать прекрасные отрывки из поэмы про это. В стихах он пытался убедить себя, что добровольно никогда не расстанется с жизнью. Наступило время для прозы. Можно было продумать пережитое. Фадеев писал Разгром, Бабель Канармию, Тынянов Кюхлю, Зощенко Рассказы Синебрюхова, Федин Города и Годы, Леонов Барсуков. Мне хотелось поездить по стране. Денег у меня не было. Я соблазнился предложением одного из многочисленных в то время организаторов литературных вечеров. Он предложил мне поехать в Петроград, Харьков, Киев, Одессу и прочитать лекции о жизни Западной Европы. Импрессарь хотел идти в ногу со временем, следовательно, хорошо заработать. Он был человеком немолодым и неизменным неудачником. Задумывался безупречно. Лекции устраивались обществом Красного Креста, которое должно было получить часть доходов. В различные города выехали разведчики. Один был сыном импрессарио Леоней, молоденьким студентом, застенчивым нахалом, который решил, не теряя времени, написать книгу обо мне и все время ошарашивал меня вопросами. Расскажите, как вы впервые влюбились? Кого вы ставите выше, Вольтера или Анапела Франца? Какой, по-вашему, эрос, крылатый или бескрылый? Другой организатор был человеком вполне деловым. Он ел со смаком гуся, на станциях находил скучающих девиц и заманивал их в купе спального вагона, торговался с учреждениями, сдававшими залы и говорил мне, я должен сегодня заработать 20 червонцев и вы увидите, что я их заработаю. Нужно было найти название для лекций. Маяковский приучил публику к афишам, которым позавидовал бы любой американец. Поэзия, обрабатывающая промышленность, анализ бесконечно малых, дирижер трех америк, белые фасистские резистраты, а все-таки Эренбург вертится, курящий севересаев, бал в честь юной королевы, брюсов и бандаж. Импресарио молил что-нибудь, непонятное. Я выбрал первое, что мне пришло в голову. Пьяный оператор. В Харькове импресарио снял цирк Миссури. Никаких микрофонов в то время не было. Я, надрываясь, кричал что-то о фильмах Чаплина, а публика ревела неслышно. Я хотел уйти, меня удержал импресарио, потребую деньги за билеты, у меня большая семья. Постарайтесь, жена вам уже взбивает Гоголь-Моголь. Я увидел впервые Одессу. Я знал ее по забавным анекдотам, и Одесса мало меня удивила. Она оказалась печальной. В порту было пусто, кое-где чернили развалены. Исчезло, видимо, былое легкомыслие. Жизнь не налаживалась. На одной спущей я увидел голову бородатого удельного князя. Под ней значилась Карл Маркс. Молоденькая билетерша в театре, где я читал лекцию, потрясла студента Леоню. Неожиданно ему сказала, что вы мне все строите глазки, это уже пройденный этап, пригласите меня поужинать в Лондонскую, и тогда мы поговорим, потому что я теперь на хоз расчете. Лондонская гостиница была живописным местом. В некоторых номерах по-прежнему жили ответственные работники. Жены готовили на примусах обед, нянчили детей. Вечером шли разговоры о последней передовице правды о повестке дня 13-го съезда. В других номерах останавливались спекулянты, журналисты, актеры эстрады, красные куцы. Там пели, иногда добоширили. На базаре я услышал песенку ужасно шумно в доме Шнеерсона. А у Шнеерсона было очень тихо. Тихо было на улицах, носивших новые имена, интернациональная, пролетарская, лавцаля, коммуны. В кафе Печеского спекулянты, заказывая стакан чая, старались перепродать друг другу трухлявые зеленые или оранжевые доллары. Маклера на час нервно позевывали. Время от времени происходила облава и всех забирали. В местной газете секретарь редакции показал мне стихи молодого одессита. Он писал о море, о птицах, о клетках для птиц. Стихи мне понравились. Я спросил, как зовут поэта. Секретарь ответил Эдуард Багрицкий. Я разбил стекло ручных часов и пошел к часовщику. Он долго подгонял стеклышко. Я молча ждал, а он говорил не замолкая. Сегодня газюги напустились на Керзаны. Но я вам скажу, что Керзан их не боится. Это я их боюсь. Во-первых, я боюсь финн-инспектора. Во-вторых, я боюсь БПУ. В-третьих, я боюсь вас. Откуда я знаю, что вы за человек? И зачем вы хотите, чтобы я вам все нещенки говорили подайте, товарищ, ради Господа Бога, гражданин миленький, копеечку барин. Путались слова, путались и эпохи. В Киеве я ехал по Крещатику. Вдруг самки распались, лошадь с извозчиком уехали, а я с сиденьем самей очутился в сугробе. Самки не выдержали, но на базарах продавали добротные дореволюционные вещи, самовары, швелиные машины Зингера, часы Мозера, пузатые купеческие чашки. Крепче всего держалось прошлое в сознании. На одной из станций крестьянка с мешком по ошибке вошла в мягкий вагон. Проводник заорал, куда прешь? Вылезай, это тебе не семнадцатый. В Гомеле, в вокзальном буфете, висело изречение, кто не трудится, тот пусть и не ест. За столиками обедали пассажиры спального вагона. Здесь же бродили беспризорные в надежде на подачку. Один пассажир протянул девочке тарелку с остатками мяса в соусе. Жри! Подбежал официант, или, как тогда говорили, гражданину служающей, и, вырвав из рук девочки тарелку, вытряхнул кусок мяса, картошку на лохмотье, заменявшей девочке платье. Я возмутился, никто меня не поддержал. Девочка плакала и поспешно ела. Я видел в Гомеле спичечную фабрику. Директор, бывший рабочий, раненый в боях против Деникина, больной, работал с утра до ночи. Не было клюя для намазки коробок. Он повторял «Стране нужны спички». Гомельские юноши говорили о боях в Гамбурге, о стихах Маяковского, о будущем. А перед моими глазами стояли тупые, равнодушные физиономии в вокзальном буфете и затравленный ребенок. Деловой помощник импресарио был доволен. Он перевыполнил план. Леня книги обо мне не написал. Говорил всем, а зачем ему писать? Я его знаю как облупленного. Отец Лени погорел, хотя сборы были хорошими. По пути из Одессы в Ленинград из-за заносов мы простояли на полустанке два дня. И мой импресарий уплатил неустойку за зал. Ничего не поделаешь, он был вичным неудачником. Что касается меня, то я был доволен. Многое увидел. После каждой лекции меня засыпали вопросами. Некоторые я записал. Почему не вышла революция в Германии? Какие теперь моды в Париже? Что вы хотели сказать вашему хурениту, да или нет? Кто хуже, социал-предатели или фашисты? Объясните коротко теорию относительности. Почему школы снова платные? Почему вы писатели настраиваете девчат на всяческие объяснения? Берут ли в Индии иностранных борцов за независимость? Правда мы, что вы приятель Вандервельда. А вас пишут, что вы продукт разложения. Скажите в таком случае, сколько вы получаете за лекцию? Маяковский говорит, что поэзия продукция, а у Пушкина не так. Кто по вашему прав? Откроет ли коммунизм возможность победить смерть? Вы за футбол или признаете также регби? Расскажите о работах Резерфорда в области трансформации атомов. Чем ту-степ отличается от уан-степа и что больше танцует в Берлине? Почему у нас переводят Тарзана, а роман Марселя просто не существует в переводе? Повлекают ли по вашему денежные реформы на сокращение ножниц? Знакомы ли вы с Пикассо и что он теперь делает? Половая любовь это буржуазный пережиток. Почему это они говорят прямо? Недавно у нас выступал лектор. Он говорил, что искусство сохраняется в переходный период, а при коммунизме исчезнет. Я с этим не согласен, помогите разобраться. Я привел эти вопросы в том порядке, вернее, беспорядке, в котором их переписал. Мне кажется, что они могут помочь понять те уже далекие годы. Я часто беседовал с молодыми людьми. Разные попадались, умные и глупые, честные и карьеристы. НЭП помог восстановлению экономики, но вряд ли он был хорошей школой для юношей и девушек. У всех еще были в памяти годы гражданской войны, подвиги, слава, зверства, героика, грабежи. Молодежь, пришедшая в университеты с фронта, из деревень, была горячей, напористой. Студенты хорошо учились, да и любили себя хорошо, колеблясь между наивным утилитаризмом и свойственным их возрасту романтикой. Но было немало и таких, что теряли голову, чистолюбцев, фантазеров без азов морали, слабовольных, которые, отчетившись в дурной компании, шли на все. Рядом со скромной студенческой жизни шел разгул. Москва кабацкая, где организировал Есенин, дышала в лицо угаром, сбивала многих с пути. Один юноша рассказал мне длинную, путанную, но не очень сложную историю. Еще недавно он был честным комсомольцем, хорошо учился. Товарищ тянул его в нехорошие затеи. Выглядело все благородно, ему поручили собирать деньги на воздушный флот, оказалось, что сборами занималась шайка мошенников. Студент возмутился, хотел пойти в ГПУ, но получил пачку ассигнаций, соблазнился мишурой жизни. Он влюбился в девушку, которая требовала подарков, стал спекулировать, из комсомолы его вычистили, он ждал ареста, у него были очень выразительные руки, они рвались кверху, грозили, умоляли. Мне захотелось написать о нем, о таких, как он. Я начал ходить на судебное заседание, получил разрешение беседовать с заключенными в изоляторах, так тогда называли тюрьмы. Привлекал меня, конечно, нежновописность среды, неуголовщина, а история взлета и падения тех крутых скользких лет. Тогда входил в обиход новое словечко «рвач», и я назвал моего героя, сына киевского официанта, рвачом. Я описал его детство, стремление к славе, себя любви, подъем в первые годы революции, участие в гражданской войне, учебу, падение. У Михаила Лыкова, так звали моего героя, был брат Артем, честный, не очень разбирающийся в сердечных делах, но добрый, старавшийся удержать Михаила от падения. Герой мой не был растенияком, в нем жили различные, порой противоречивые чувства. Полюбив корыстную, пустую женщину, он вел себя с ней как мальчишка. Вместе с тем он верил в свою исключительность, в свое превосходство над товарищами. Если угодно, он чем-то напоминал Юльена Сореля, родившегося сто лет спустя в стране социалистической революции. Осужденный, он в тюрьме кончил жизнь самоубийством. Я писал в одном из писем, я заканчиваю рвача, я даже привязался к моему герою, хотя он пакостник, сволочь, склонная к романтике, патетический спекулянтик. Мне теперь кажется, что писатель, освещая внутренний мир тех героев, которых критики называют отрицательными, привязывается к ним. Он ведь видит хорошее начало, которое было заложено в сердце человека, опустившегося на дно. Никогда я не думал оправдывать рвачей. Эпиграфом книги я взял слова древней молитвы, осуждающие индивидуализм. Да будет воля твоя, чтобы этот год был ратистом и дождливым, и да не проникнут в тебя молитвы путников на путях по поводу дождя, которые им помеха, когда весь мир нуждается в дожде. Я знал, что меня снова будут упрекать. Зачем писать о каком-то жалком рваче, когда кругом столько благородных и вдохновенных героев? Мне думается, что обязанностью врача является поставить диагноз. И только сумасшедшим может прийти в голову, что доктор констатирует случай эпидемического заболевания, тем самым распространяет эпидемию. Доброва нервач, попытка показать душевный мир свихнувшегося Михаила Лыкова, сопровождалась сатирическим описанием быта тех лет. Даже на постовце признавали в теории необходимость сатиры, но каждую попытку показать ту или иную уродливую сторону нашей жизни, они немедленно объявляли клеветой. Нам нужны наши щедрины и гоголи. Это я услышал много позже. Сатира по-прежнему считалась в теории необходимой на практике чуть ли не актом диверсии. И один поэт сочинил стишок «Нам нужны подобре подобреющей древней и такие гоголи, чтобы нас не трогали». Я писал в 1924 году, если в моих книгах так называемые отрицательные типы отличаются большей выразительностью, в этом следует видеть отсутствие универсальности, ограниченность человеческой природы, а не хитрые козни. Как бы я хотел вместо обличения моих книг прочитать прекрасную эпопею нового, здорового, бодрого человека. Увы, благонамеренные критики не торопятся ее писать, они предпочитают осуждать меня. Я же предпочитаю отдаваться работе, в которой чувствую прирожденную склонность. Не дожидаясь чаться, когда будет написана вдохновенная книга об Артеме, я хочу рассказать современникам историю его брата. 26 января 1925 года я сообщал, Попов отказался от рвача, следовательно, он вряд ли выйдет. Не помню, о каком Попове шла речь. Один из наиболее видных напостовцев, называя меня откровенным врагом революции, писал, пафос рвача, любование непоческой хищнической средой, утверждение о захвате буржуазными хищниками всего нашего хозяйственного аппарата. Вот конечное падение вчерашнего кандидата в русские шпенглеры. В минуту тоске Эдуард Багрицкий написал, чуть ветер, чуть север, и мы облетаем, чей путь мы с обоим теперь устилаем, чьи ноги по ржавчине нашей пройдут, потопчут ли нас трубачи молодые, зайдут ли над нами созвездия чужие, мы ржавых дубов облетевший уют. На кузнецком витрине книжного магазина я увидел дерево советской литературы. Ветви были сопровождены пояснительными этикетками, пролетарские писатели, лефовцы, крестьянские поэты, левые попутчики, попутчики центр, правые попутчики, необуржуазная литература и так далее. Под деревом валялись опавшие листья и на одном из них значилось Эренбург. Ветро потом было вдовое, ветро из севера. Чудом я не облетел. Недавно я разыскал в библиотеке полуисплевшую номер однодневной литературной газеты «Ленин», вышедшей в день похорон Владимира Ильича. Есть там и моя статья, написанная наспех, в том душевном состоянии, когда не думаешь о стиле. Я хочу привести отрывки из этой корявой статьи. Они могут объяснить последующие части моей книги. Вспоминая Париж до военных лет, я писал «Что знали мы в те годы канунов? Беспокойство и бродяжничество, бомбы и стихи». Разве не ему принадлежат эти пронзительные и достойные слова? «Мы ошибались. Мы много раз ошибались». Да, здесь могли быть и срывы и ошибки, ибо здесь была жизнь. А там, среди грустных сизых домов, в стране, где Краснобай не устает говорить о свободе, о величии личности, там не оказалось ни героев, ни строителей, ни вождей. Там не могло быть и ошибок. Там не было жизни. За четыре года страшной войны Европа получила Версаль, а Россия выстрадала октябрь. Чтобы понять творческую мощь Ленина, стоит только взглянуть туда, где Пуанкаре над развалинами и крестами каждое воскресенье бурно кричит «Мы? Нет, мы никогда не ошибались». Он знал, мы не знали. Мы не знали, что национальная революция полудикой крестьянской России вырастет в эру мира. Мы не знали, что даешь землицу февраля станет в октябре даешь землю. Он это знал, знал, сидя в Женеве, знал, работая по ночам в маленькой комнате при свете керосиновой лампы. И вот несколько месяцев тому назад в Сан-Пауле, в Гамбурге, после подавленного восстания, я слышал такой два родных брата, оба рабочие, братья, враги. Один участвовал в восстании, другой его подавлял. И тот, что участвовал в восстании, был ранен. Его тихонько от зеленых отвезли домой. Подавлявший говорил, зачем было восставать, ведь социалисты в Сенате обещали выдать по пол фунта маргарина, ты слышишь? Тот, что участвовал в восстании, ответил, а мы получим его. И говоря это, он показал на портрет, висевший в его комнате, как он висит в сотнях тысяч рабочих комнат всех городов, всех стран. Мы часто недоумывали. У нас было наше новое искусство, наше беспокойство, наше бродяжничество по миру. И нам казалось, что все это чуждо ему. Мы не знали, что вне его работы нет нам ни роста, ни жизни. Пусть дом не настроен, пусть в нем очень трудно и очень холодно, но ведь все на его растут, а там, где целы все дома, где десять лет назад писатели бунтовали и томились, в городе сизых домов, там нам нет места. Маленькое было в стакане воды окончилось, остались обе в честь академика Фоша да приличный обед из трех блюд. Отчаяние Великой Европейской Ночи он знал и это. Он был однодуман, он думал об одном для того, чтобы другие счастливые могли думать о многом. «Когда уходит большой человек, люди невольно оглядываются и на то, что мы называем историей, и на свою маленькую жизнь. Так было и со мной, когда я писал о кончине Ленина. Я вспомнил кануну, ротонду, бунт писателей, художников, и в сердцах, наверное, несправедливо обозвал это все бурю в стакане воды. Само уничижение диктовалось горечью потери, осознанием того решающего и воистину всеобщего, что осуществил человек, отнятый у человечества смертью». Мои давние слова о значении октября, противопоставления трудного пути России духовному оскудению Запада, мне кажутся правильными и теперь. «Пусть дом недостроен». Да, в 1924 году мы не знали, каким потом, какими слезами, какой кровью будет оплачен тот дом, стены которого уже выселись при Ленине. Мы не знали, что в 30-е, 40-е годы нам не скажут дружески, по-товарищески об ошибках, а дом построен, и духовная сила нашего народа сказалась том, что он его строил несмотря ни на что. в те январские дни стояли редкие и для московской зимы морозы. Напрасно пытались уговорить детей оставаться дома. Взрослые несли на плечах малышей, красноармейцы плакали. Ночью в охотном ряду на Дмитровке, на Петровке повсюду горели костры, и у костров хмурые люди в тулупах молчали. Было много бородатых ходоков. Крестьянская Россия в те времена еще носила бороду. Я не мог оставаться дома. Видел похоронную процессию на Балчуге, был в колонном зале, где рыдания перебивали траурный марш. Москва, та, что, согласно поговорке, не верит слезам, плакала на взрыв. Я пошел к Николаю Ивановичу, моему товарищу по нелегальной школьной организации, он жил во втором доме советов. Обычно веселый он молчал, и вдруг я увидел в его глазах слезы. Плакала старая дворничиха Цекубу. Горе народа было большим, неподдельным. В те жестокие январские ночи я как бы издали в перспективе веков увидел, что осуществил наш народ. И какими бы ни были мои сомнения в последующие, куда более тяжкие десятилетия, передо мной всегда стоял замысел Ленина, преподымал меня, удерживал от недоброго. Я был молодым беспартийным писателем, для одних попутчиком, для других врагом, а в действительности обыкновенным советским интеллигентом, сложившимся в дореволюционные годы. Как бы нас не ругали, как бы не косились на наши рано поседевшие головы, мы знали, что путь советского народа наш путь. Мне несколько раз довелось в Париже разговаривать с Владимиром Ильичем Лениным. Я знал, что он любил Пушкина, любил классическую музыку, был человеком сложным, душевно широким, но всю в борьбу за освобождение рабочих от эксплуатации, создание нового социалистического общества. Вот почему я писал в 1924 году он думал об одном, чтобы другие счастливые могли думать о многом. Слово счастливое может резануть ухо. Малыши, которых несли на плечах в колонный зал, это сироты 30-х годов, солдаты Отечественной войны, люди с проседью, читавшие отчеты о 20-м съезде. И все же слова о счастье правда. Когда я бываю теперь на собраниях нашей молодежи, я вижу, что юноши и девушки о многом думают, многим увлекаются, многое знают. Мне хочется еще вспомнить Владимира Ильича, сказать будничное простое. Когда я разговаривал с ним в Париже, он вдруг прервал меня. Комнату нашли? Гостиницы здесь очень дорогие. И обратился к Надежде Константиновне. Кто ему здесь поможет? Людмила? Ну, она знает. Альтман в кабинете Владимира Ильича лепил его голову. И раз ему пришлось быстро уйти, к Ленину пришли товарищи. Владимир Ильич позаботился смочить глину. Не забыл. Луночевский мне рассказывал, что когда он спросил Ленина, можно ли предоставить левым художникам украсить 1 мая Красную площадь, Владимир Ильич отвечал, я в этом не специалист, не хочу навязывать другим свои вкусы. У Сталина есть статья о политическом стиле Ленина. Она написана еще в 20-е годы, и, наверное, все неправильно. Но человеческий стиль Ленина оказался неповторимым. Дерзость творческого замысла и редкостная скромность, сила решимости, не исключавшей ни мягкости, ни глубокого уважения к духовным ценностям, к разуму, к искусству, человечность, подлинная человечность. Продолжение следует...